Друзья, мы начинаем спецэфир. Федеральная служба исполнения наказаний по Ямалу-Ненецкому автономному округу сообщила о смерти Алексея Навального в колонии. В сообщении говорится, я цитирую, «Осужденный Навальный АА после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. По данным телеграм-канала «База», Навальному стало плохо около 13 часов дня. Ему вызвали скорую помощь, врачи пытались откачать, но через час и 17 минут он скончался. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о смерти оппозиционера. Его цитата, «Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ВСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее». Ранний телеграм-канал 112, близкий к силовикам проекта РНТВ и телеканал RT со ссылкой на источники сообщили, что у Навального оторвался тромб. Песков сказал, что причину смерти должны выяснить медики. Тем временем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала, что никаких подтверждений смерти политика у его команды сейчас нет. Его адвокат выехал в колонию в Харп. Адвокат и Навального Леонид Соловьев отказался комментировать новости о его смерти по решению родных. По словам Соловьева, Навальный виделся с адвокатом в среду и выглядел нормально всего два дня назад. Накануне политик выходил на связь с Ковровским судом по видео. Судя по кадрам, Алексей выглядел хорошо. Журналисты писали, что он бодр и весел. Мы ждем подключения гостей, с которыми мы начнем обсуждать эту тему, ждем появления информации. Я все-таки надеюсь до сих пор, продолжаю надеяться, думаю, как и все вы, что это не так, что все ошиблись, напутали, что это какая-то спецоперация, и все-таки Алексей Навальный жив. Но уже есть информация в том числе от члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой. И она заявила, что к смерти Навального привело постоянное заключение политика в ШИЗО. Комментарий правозащитницы дальше будет цессироваться мной. ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания. Человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает, по сути. Именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в ШИЗО. То есть заканчивается один срок, человек помещают в отряд, и тут же его вызывают на новую комиссию. Говорят, что у него новое нарушение, и в этот же день отправляют снова в ШИЗО. Все это чудовищно, понимаете? Это цитата Евы Меркачевой. Обсудим новости и то, что происходит с Леонидом Гозманом, политиком. Он подключается к нам. А, пока не подключается, мне говорят, что вот-вот будет. Ждем Леонида Гозмана. Пока продолжаем говорить про смерть Алексея Навального. Все, говорят, что есть с нами Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Слышите меня? Да, слышу. Ну, ужасные новости. Очень жаль, что нам с вами приходится сейчас по такому поводу. Главный, первый вопрос. Как вы считаете, случилось или нет? Верите? Верю. Верю. Почему сейчас? Ну, вы знаете, тут зависит от того, что случилось. Убили они его в прямом смысле слова. Просто взяли и убили, да? Это отдельный вариант. Или все, что он перенес, действительно, дали в какие-то ужасные условия, в которых он находился, дали вот такой результат. Если просто вот второй вариант, что просто вот это результат отравления, нечеловеческих условий, то что случилось тогда, когда случилось. Если убили, то это более странно. Конечно, вот, хотя, понимаете, в чем дело? Наши начальники его ненавидели. Его ненавидели настолько, что они даже боялись произносить его имя, да? А политическая система устроена таким образом, что настоство свои эмоции, свою ненависть и так далее может выражать напрямую. Вот, президент Соединенных Штатов может кого-то, или, там, президент Франции, может кого-то сильно не любить, да? Но он не может этого человека убить или просто зайти в тюрьму просто потому, что он ему не нравится, там, и так далее. Наши начальники могут это сделать, никаких законов, процедур, там, и так далее между ними и их врагами нету. Поэтому, вот, ну, может быть, просто, ну, так сказать, психанул главный начальник и сказал прекратить все это дело, наконец, достал он меня. Леонид Яковлевич, если все-таки это так, если действительно все не соврали и действительно Алексея Навального больше не с нами, что это меняет в современной России? Что мы можем, какой, что мы можем ждать после этой страшной новости? Да. Ну, я думаю, что сейчас, тем более в преддверии того, что называется президентскими выборами, будет резкое усиление репрессий. Они будут хватать кого-нибудь попадя, ну, потому что, потому что им как бы терять нечего. Вообще, понимаете, смерть Алексея Анатольевича, это, как мне кажется, ну, определенный новый этап развития нашей страны. И более, еще более мрачный, скажем так. Есть у нас какая-нибудь надежда хоть на что-то хорошее в будущем? Что нас может ждать что-то хорошее все-таки в России, в этой стране? Эту страну можно ждать что-то хорошее, несмотря на все, что происходит? Ну, вы знаете, я думаю, что пока у вас те люди, которые у вас уже почти четверть века, ничего хорошего быть не может, он может быть только хуже, хуже и хуже с каждым днем. Вот, мне так кажется. А когда этот морг пройдет, то у нас есть шанс. Почему? Конечно, есть, конечно, есть. И, ну, вот, если возвращаться к этой ужасной новости, то смерть Алексея была не напрасна. Леонид Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот раньше мы все думали и говорили про приговоры страшные Алексею Навальному, и господину Карамурзе, и Илье Яшину в формате «пока Путин жив». Теперь эта форма неприменима? Почему применима? Применима. Просто кто раньше покинет все мир? Володя Карамурзанов или Владимир Владимирович Путин? Яшин или Путин? Ну и так далее. Нет, раньше применима. Я уверен, что любой следующий начальник, каким бы он ни был, он сделает две вещи. Он остановит войну в Украине, и он начнет выпускать политические заключения. Ну, то есть, все-таки, ладно, хорошо, с этим как-то понятно. Как вы считаете, будет ли, ну, то есть, можно ли сказать, что Владимир Путин это будет диктатор, прославивающийся тем, что он убил Алексея Навального? Это останется в истории после него, я думаю. Согласны? Ну, вы знаете, нет, не согласен. Это одно из вещей, одна из вещей, которая после него останется. Вообще-то говоря, есть страшная война, которая сравнима, может быть, только со Второй мировой. Ну, просто потому, что ничего подобного после Второй мировой войны в Европе не было. Так что, нет, не только убийство Алексея Навального будет ассоциироваться с именем Владимира Владимировича Путина. Спасибо большое, Леонид Гозман был с нами на связи. Спасибо за этот быстрый комментарий и ждем для следующих эфиров, надеюсь, более радостных. Друзья, продолжаем обсуждать страшные новости, приходящие к нам из России, из колонии в деревне Харп, где содержался Алексей Навальный. Я хотел прочитать сейчас пост, который он написал буквально два дня назад. На 14 февраля Алексей Навальный поздравил публично свою жену Юлю с Днем всех влюбленных. Он написал, «Крошка, у нас с тобой все, как в песне. Между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду. Я люблю тебя все сильнее». Такие слова мы слышали от Алексея Навального. А сейчас мы показываем одно из видео, снятых буквально вчера, 15 числа, где Алексей Навальный в суде по видеосвязи. Он смеется, он веселится, он чувствует себя вроде неплохо. По крайней мере, об этом сообщали корреспонденты издания «Сотовижн», видео, которых мы сейчас показываем, которые находились на том самом суде. Мы продолжаем ждать других гостей, чтобы просто с ними продолжить обсуждать. С нами вот прямо сейчас должен быть Аббас Галямов, политолог. Если он с нами, я попрошу аппаратную нам его показать. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, спасибо, во-первых, что вышли, что вышли так быстро. Надеюсь, что сейчас вернется у нас картинка Аббаса Галямова. Пока напомню, что это канал Ходорковский лайф. Меня зовут Юрий Белят. И мы обсуждаем страшные события. Да, Аббас, снова здравствуйте. Первый главный вопрос. Специально или не специально, как вы считаете? Это умышленно или это просто довели? Я думаю, что есть все основания говорить об умышленности. Зачем это нужно сейчас? Выборы окончательно переведены в режим спецоперации. Электоральные позиции Путина, на самом деле, ведь гораздо более слабы, чем принято считать. В реальности его электоральный рейтинг вряд ли превышает третий, а то уже число избирателей. И по ходу кампании он, скорее всего, будет снижаться. Вот этот прокол с Надеждином, когда его допустили до сбора подписей, недооценив ту степень, то есть силу тех антивоенных настроений, которые владеют людьми. И получили вот эту волну в виде, значит, толп людей, которые сдают подписи за Надеждина. А это же все потенциальные не просто избиратели, а активные участники каких-то, знаете, вот этих перформансов. Полгин против Путина, там, проголосуй против, сфотографируй свой бюллетень, выложи его в социальные сети и так далее, и так далее, и так далее. Ну и все это, в общем-то, вот эта поднявшаяся волна, она реально грозит полностью похоронить путинскую легитимность этих выборов. И в этой ситуации Путин, я думаю, он просто очень разочарован своим внутриполитическим блоком, который, ну, с его точки зрения виноват. На самом деле виноват сам Путин, конечно, но с его точки зрения он виноват. И поэтому он просто передал окончательно карт-бланш Ястребам, группировке Ястребов, всем вот этим, Патрушевым, Сеченым, Громовым. Вот, а эти люди исходят из принципа «нет человек, нет проблемы». То есть на легитимность, так сказать, решено махнуть, махнуть рукой окончательно. Вот, и решено, что ладно, любить не будут, ну, пусть хотя бы боятся. Вот их логика. Аббас, ну вот смотрите, мне просто казалось, что, значит, Алексей Навальный сидит себе в этой несчастной ужасной колонии за полярным кругом в маленьком поселке Харп. Рядом с ним только полярная сова, страшное место, куда тоже отправляют на пожизненное уже заключение. Все время находится в ШИЗО, выходит оттуда только по видеосвязи на суд. Как будто про него можно было бы и забыть Владимиру Путину на какое-то время, если все-таки мы рассматриваем версию «не убили», в смысле не «умер», а «убили». И вот что так, он просто испугался того, что даже в таком состоянии Алексей Навальный может вот этого вот, вот этого колоса на глиняных ногах свалить, даже в таком состоянии оттуда, из-за полярного круга, слова Алексея Навального могут привести к каким-то изменениям в обществе? Ну, конечно, смотрите, как это было. Вот буквально несколько человек, значит, штабы Навального, Кац, Ходорковский кинули клич поддержать Надеждина, и вдруг сотни тысяч людей материализовались. Понимаете? Это же не просто так получилось. Да, теперь знаменосец Надеждин, но власти в очередной раз убедились, что лидеры вот этой несистемной оппозиции, а главным там как раз является Навальный, несмотря на все то, о чем вы сказали, все равно он, так сказать, знаменосец. Вот. Они так легко, значит, мобилизовали огромное количество людей. В ситуации, когда позиции Кремля, электоральные позиции Кремля все слабеют и слабеют, недовольство ширится, вот. Протесты на стране усиливаются, войне там не видно ни конца, ни края, да, народ этим недоволен, экономическая ситуация ухудшается, несмотря на все радужные репортажи, так сказать, популярность пропаганды падает, посмотрите на медиаскоп. Даже вот это интервью путинское провалилось. Вот. Даже в... Так же он как раз не в медиа, да? Да, 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 да. Ну, то есть в него, в его раскрутку были вложены такие колоссальные усилия, вы же видели, как там пропаганда, значит, продвигала эту штуку. Так они не то, что в Москве, ладно, бог с ней, так и даже в среднем по России они едва там в двадцатку вошли на девятнадцатом месте, я снимаю среди передач недели. То есть Путин проиграл с Клифосовскому, то есть там сериал с Клифосовки выиграл, да, и так далее. И вот в этой ситуации, ну, они, вот я говорю, они занервничали, и просто вот Путин принял окончательное решение, то есть если раньше он балансировал между группировкой технократов, которые предлагали, так сказать, давайте не будем до конца завинчивать гайки, давайте действовать, так сказать, более тонко, вот, значит, там контролировать повестку и так далее, ну, такие политтехнологические способы, да, и есть группировка ястребов, которые вот исходят из того, что нет чека, нет проблемы. Вот, и Путин, если раньше он балансировал между двумя этими группировками, то тут он окончательно вот принял решение, что все, значит, с этими все равно каши не сваришь, толку не будет, вот, тогда пойду с этими, да, вот, буду. И дал им полный карбанч. Я думаю, это как-то так было. Абас, что изменится внутри российской политики, внутри России после смерти Алексея Навального? Ну, я думаю, первый эффект, вот, в связи с выборами, он будет двояким. С одной стороны, конечно же, желание голосовать за Путина еще сильнее убавится, то есть и до этого его было немного, а тут оно убавится очень сильно, потому что такие вещи, конечно же, ну, не приветствуют не только сторонники Навального, это понятно, да, но и массовый обыватель, в общем-то, и за исключением вот, там, хардкорных, так сказать, зет-патриотов, каких-то, ну, процентов, ну, 8-10, не больше. Всем остальным это не понравится, поэтому желание голосовать за Путина, с одной стороны, поубавится, но с другой стороны, конечно, станет еще более страшно. Я говорю, они сделали ставку на страх, да, вот, станет еще более страшно. Надеюсь, сейчас вернется к нам Абас Галямов, продолжаем говорить и обсуждать сегодня вот эту страшную тему и страшную новость про возможную смерть Алексея Навального. Я до сих пор буду делать оговорку про возможную, потому что все-таки до сих пор, надеюсь, что это неправда. Пока мы не получим подтверждение от команды и соратников Алексея Навального, я надеюсь, что все еще мы можем надеяться на жизнь Алексея Навального с нами. Абас Галямов, Абас, продолжайте. Да, с одной стороны, в общем, желание голосовать за Путина поубавится очень сильно, а с другой стороны, конечно, активно действовать, протестовать, участвовать в каких-то акциях, перформансах тоже станет страшно. То есть, в очередной раз люди убедились в том, что власть абсолютно безжалостна и для нее человеческая жизнь – это копейка. И поэтому, значит, в этом смысле произойдет такая стабилизация. И с этой точки зрения, конечно, если вы сейчас услышите от кого-то, что Путину, дескать, это смерть невыгодна, вы можете клюнуть этому человеку в лицо, потому что вот в рамках той парадигмы, которую выбрала власть, пусть не любят, зато пусть боятся, это, конечно, Кремлю абсолютно выгодно. Ну и туда же комментарии Марии Захаровой, которая пришла буквально 10 минут назад, даже меньше 8. Значит, судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада о том, что в смерти политика виноваты власти России, уже готовы. И это моментальная саморазоблачительная реакция. Это комментарий Марии Захаровой. Это, мне кажется, идет туда же, куда есть сообщение о том, что Путину это может быть каким-то образом невыгодно. Абас, скажите, понятно, что сейчас, сейчас мы будем пытаться куда-то с вами нырнуть в тайны Кремля непонятные, и мы можем только догадываться, это могло быть инициативой условного Патрушева без прямого приказа Путина, или все-таки это все равно так или иначе завязано на президенте, и без него такое решение никто принять не мог? Знаете, я бы сказал так, я полностью исключить того, что Путин сам самоустранился, ну так, знаете, капризно, там, решайте сами, так сказать, что вы ко мне лезете-то, да? Вот я этого не исключаю. Значит, но я утверждать этого тоже не буду, потому что меньше всего мне хочется выступать в роли адвоката-дьявола. Сейчас и без того найдется масса доброходов, которые будут рассказывать, что Путину это невыгодно, что это исполнители, а сам Путин тут ни при чем. Вот, мне в этой роли выступать совершенно не хочется. Хотя, повторюсь, на самом деле, вот если просто... Я думаю, что очень много звонков сейчас раздается в телефоне Аббаса Галямова. Он снова с нами. Да, простите, пожалуйста. Понимаю, день такой, что вас разрывают на куски, да. И, значит, вот эти люди будут, ну, сейчас вот это все говорить, и мне не хочется в этой роли выступать. Но, вот повторюсь, если все-таки вот отбросить все эти эмоции и сконцентрироваться на разных вариантах, которые кажутся мне реалистичными, повторюсь, я не исключаю, что Путин сам самоустранился. То есть, это в любом случае самоустранение, это его собственное решение самоустраниться. Это не то, что... Продолжая звонить Алексею Навальному, приходят новости, тем временем появилась... Аббасу Галямову, конечно, извините. Приходят новости, тем временем появилась реакция на смерть Алексея Навального от Владимира Зеленского. Он говорит, что, очевидно, Навального убил Путин. Это первая реакция Владимира Зеленского. Мы продолжаем говорить с Аббасом Галямовым. И, соответственно, вот тут... Это точно исключен вариант, что, значит, Патрушев там играет уже в самостоятельные игры настолько самостоятельные, что делает вообще все, что считает нужным. Нет, конечно же, Путин слабеет, и другие группировки элиты усиливаются, каждое на своем направлении, но не настолько Путин слаб, чтобы можно было, значит, говорить о том, чтобы его уже совсем игнорируют и, значит, делают, что хотят. Спасибо большое. Аббас Галямов, политолог, был с нами на связи. Спасибо за оперативное включение в эфир. Друзья, продолжаем обсуждать тему. Я сейчас расскажу вам несколько новостей, и потом обсудим это событие с еще одним гостем. Значит, во-первых, тут Маргарита Симоньян начала, наконец, формировать официальную позицию про то же самое, вот ровно то, про что сейчас говорил с нами Аббас Галямов. Кремлю это невыгодно. Так вот, помните про слова Аббаса Галямова. Смело плюйте в рожу людям, которые говорят, что Путину и Кремлю это невыгодно. Нет, это выгодно. Так случилось, что в момент прихода новости про возможную смерть Алексея Навального мы готовили итоговый пятничный эфир. И в рамках этого пятничного эфира должны были говорить с Борисом Надеждином. У нас есть первый короткий официальный комментарий Бориса Надеждина про новость о том, что, возможно, Алексей Навальный умер. Давайте посмотрим его прямо сейчас. Я в шоке, просто ужас. Я буквально только что, ну, несколько минут назад узнал, и это ужасно. Я что, это просто, я реально просто, слов нет. Соболезнования, конечно, и Юля, и детям, и родителям, и всем близким, это страшно. Это, у меня просто реально нет слов. Слов нет. Ну, сейчас какие-то подробности пойдут, но это, конечно, я как чувствовал, блин. Я что-то чувствовал, но не угадал, что. Такая реакция, друзья, слов действительно не очень много, но нужно, кажется, кажется важным их говорить, чтобы не остаться один на один с этим мраком. Спасибо, что вы насмотрите, вас больше 25 тысяч. Мы по-прежнему ждем официального подтверждения или опровержения этой новости от команды сторонников и родственников, и родных, и близких Алексея Навального. Пока нет, мы будем обсуждать это событие с множеством людей сегодня. Прямо сейчас к нам подключается Геннадий Гудков, политик. Геннадий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Уже не поворачивается язык. Недобрый день, недобрый вечер, ничего говорить. Да, никакого доброго дня, конечно, нет. Геннадий, скажите, вы верите или нет? Я все еще надеюсь, что, может быть, это ошибка, может быть, это какая-то уловка и какой-нибудь многоходовочкой, что это неправда. Верите? Ну, надежда умирать последняя, но похоже, что это вот сволочь кремлевская. Крисков уже прокомментировал эту новость, а не просто так. Это, наверное, с трудом сдерживает радость. Вот, конечно, это трагедия. Для меня это личная драма, безусловно, потому что мы были знакомы много лет. И, честно говоря, я понимал, что его там пытаются убить в тюрьме, потому что я давно-давно, когда еще понимал, что еще работал в КГБ, думал, что вот придется пройти какие-то испытания и попросил меня как-то специально закрыть на полчаса, чтобы прочистать вот эту камеру штрафного изолятора. Тридцать минут. Я провел в камере тридцать минут. Ну да, я понял, что я выдержал какое-то время, но я понял, какое-то легкое испытание. А его держали там год. Его просто планово, полномерно пытали, убивали. Это была публичная казнь, это была расправа. И автору этой казни, это вот гадина, которая сидит в Кремле под названием Путин. И он несет персональную ответственность. Он все время, мне много рассказывали, как он тащится, ему там якобы даже видео приводят его, так сказать, там, врагов-оппонентов, кого он считает, как они там мучаются, как они там, так сказать, проводят время. И, ну, по крайней мере, я не знаю, так или не так, но мне утверждали, что он там сам чуть ли не смотрит эти некоторые места, значит, наиболее ему интересные. Совершенно абсолютно, вот, невосполнимые утраты. Неусполнимые. Но я думаю, что эта смерть будет отомщена. Я думаю, что эта смерть будет отомщена. Я думаю, что что-то случится с Путиным. Я думаю, что это случится. То есть вы думаете, что это фактически зеркальный ответ будет? А от кого? Я сегодня думаю, что об этом задумываются десятки миллионов людей. А когда десятки миллионов людей задумываются, может произойти всё, что угодно. И, безусловно, это, знаете, как вот это уже Путин вышел за красные флажки. Совершенно очевидно. Я искренне соболезновал в семье и жену знаю, Юлю. Мы общались и неоднократно. Я не знаю, как она это будет всё переживать. Семья вообще сочувствует всем десяткам, десяткам миллионов людей, которые сегодня... Вот эта ужасная, шокирующая новость пришла, и которая повергла в ужас. Но я думаю, что смерть будет отомщена. Я на это надеюсь, в это верю. И надо сделать всё возможное, чтобы так оно и было. Как вы считаете, смерть Алексея Навального может стать той последней каплей, той финальной искрой, от которой всё-таки загорится внутри России? Мы можем ждать больших протестов, например, сегодня-завтра на территории Российской Федерации? Деланных протестов. Сейчас уже протесты они будут. Вот мы сейчас едем к посольству к трем часам по Европе и будем там выражать свои отношения в различных словах и действиях к этому кровавому представительству вот этого преступного режима. Дело не в протестах. Дело в том, что решать надо вопрос о том, чтобы Путина больше не было в Кремне. Это ключевая задача для мира и для всех остальных. Все, кто хочет сохранить мир и цивилизацию, должны сейчас об этом думать. Геннадий, разве есть какой-то шанс, кроме Дворцового переворота, на то, чтобы Путин покинул Кремль? Сегодня нет. Сегодня нет. Но и Дворцовый переворот должен произойти. Не просто так. Его надо готовить. К нему надо готовиться. Его надо готовить. Нужно искать союзников внутри. Нужно с этими союзниками, наверное, кому-то вести какой-то диалог. В первую очередь, наверное, с Западом. Но это надо делать. Потому что я сейчас прочитал историю гитлеризма. Вы не поверите. Я понимаю, что Кривко проявляет. Но вы не поверьте. 42 покушения на Гитлер. 42. За 12 лет. Первое покушение на него было в 1932 году, когда люди понимали, что приход власти Гитлера может, так сказать, привести к трагедии для Германии. В 1932 году уже находились люди, которые понимали это. и уже первые покушения произошли в 1932 году. Российский народ терпит 24 года, когда его втаптывают в грязь, измываются и отправляют в качестве пушечного мяса и так далее и тому подобное. Вот этим мы от немцев и отличаемся. Давайте уж по-честному скажем. Вот. Нет у нас, к сожалению, людей, которые так хорошо осознают свою ответственность за Россию, те, которые там находятся сейчас внутри, внутри власти, к сожалению, видимо. Потому что мы знаем, насколько высокий уровень был заговор против Гитлера. И мы видим, что совершенно, так сказать, спокойно себя чувствует Владимир Путин. Ну ладно, это, как говорится, уже просто эмоции. Геннадий, давайте, да, постараемся вернуться от эмоций к чему-то более конкретному. Есть такой вопрос, и мне кажется, это важно проговорить. Учитывая особенно ваш предыдущий опыт, вашей прошлой жизни, вашу связь в то время, когда-то с спецслужбами, как вы считаете, вот это вот этапирование Навального в эту отдаленную колонию за полярным кругом, это чтобы затруднить следствие, чтобы затруднить, возможно, какое-то независимое расследование, которое могли бы провести? Понимаете, не имеет значения, будь он во Владимирской тюрьме или там, с точки зрения расследования провести его невозможно. Мы его проведем когда-нибудь, когда путинского режима не будет. Не в этом дело. Дело в том, что, конечно, они его куда-то отправили, чтобы создать невыносимые условия, они им создавали постоянно. Человек не может. Я же рассказывал вам, 30 минут у меня произвели впечатление пребывания в ШИЗО по собственному желанию. А когда его человека держат год, год его держали в нечеловеческих условиях, условиях, в которых другие люди через месяц у нас ходят, а он год находился, не теряя при этом духа. То есть они пытались его сломать, 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 сломать пытались. Геннадий Гудков, надеюсь, к нам вернется прямо сейчас. Мы продолжаем обсуждать. С нами, Геннадий Гудков, да. Вот, значит, пытались сломать, сломать в тотальной грязи, а этого у них не получалось. И вот, конечно, организм не выдержал. Он не выдержал такой длинной, страшной, тяжелой пытки, которую они учили над Алексеем Давальным. Мои сволочи. Потому что даже враги, генералов своих, так сказать, врагов, ну, в смысле противников, но как бы все равно уважали. Все равно уважали. А у этих людей вообще нет ничего. Это они отвратительные мерзавцы, конченые подонки, у которых нет ничего человеческого. Вот нужно понять, что у Путина нет ничего человеческого. Просто это зло в человеческом обличии. Вот внутри только абсолютное зло. Ничего нет. Абсолютно. Никаких, ничего там, искать даже нечего. То есть такого уровня подлецов еще надо поискать в мировой истории. Геннадий, скажите, пожалуйста, мы можем, еще нужно напомнить нашим зрителям, что Алексей Навальный и так пережил отравление, страшное отравление, от которого долго восстанавливался. И, конечно, это тоже не могло не повлиять на его здоровье. Скажите, Геннадий, это не может быть каким-то открытием охоты. У нас сидят еще множество людей, не буду перечислять, чтобы все и так их знают, но чтобы не давать какие-то подсказки. Да охота давно открылась. Да охота давно открылась. Но к убийствам все-таки так не переходили. Убийства все равно были чем-то из ряда вон. Ну почему не переходили? Борис Немцов был убит. Борис Немцов, да. Борис Махнаткин был убит. Еще раньше были убиты Политковские. Травили, взрывали. Давно уже не открыли на это. Только они не решались на первых как бы лиц оппозиции. Хотя Борис Немцов относится как раз к лидерам оппозиции. То есть они давно перешли эту черту, но Алексея Навального они все-таки пытались сломать. Не убить, а сломать. У них это не получилось. И поэтому они его убили. Вот и все. Поэтому, конечно, сейчас это означает повышенную степень риски. ФСБ создало специальное управление для работы по оппозиции за рубежом. Что они будут? Стрелять? Новичок подсыпать? Что они еще будут делать? Что они еще умеют? Надо к чертной матери закрывать все эти посольства, консульства, все эти... Надеюсь, к вам вернется сейчас Геннадий Гудков. Скорее всего, всем нашим спикерам звонят другие журналисты. Да, с нами. Да уж, извините, да. Я... Понимаю такой день. Собраться сейчас. Да. Тяжелый день. Борис Немцов. Я помню, как мы переживали день Бориса Немцова, как мы ночью собрались после того, как он был убит на мосту в Парнасе. Сейчас и собраться нет денег. И знаете, я переживаю, что даже подавляющее большинство изгнанных из страны российских представителей не смогут отдать память последний путь проводить Алексею Навальному. Это просто... Не знаю. Да это очень тяжело терять товарищей. Да, действительно. Спасибо большое, Геннадий Гудков. Политик был с нами на связи. Спасибо. Друзья, тем временем продолжают приходить новости. До сих пор нет официального подтверждения или опровержения от сторонников и друзей и родных Алексея Навального. Но приходят новости. Жители Казани выйдут с цветами к памятнику жертвам политических репрессий в памяти Навальным сегодня вечером. Постараемся осветить это событие тоже и показать, что происходит. По всему миру люди уже либо выходят, собираются выйти с цветами, почтить память Алексея Навального. Русские люди против войны, расселенные по всему миру, собираются и объединяются для этого события. Сейчас прямо в Литве проходит празднование для независимости. Один из первых лидеров страны Витавутас Лансбергес объявил минуту молчания из-за новости о смерти Алексея Навального. Будет большая акция в Берлине, в Париже, еще во многих местах. Тоже постараемся вам все это рассказать. Ну и, конечно, следим за тем, что происходит внутри страны, что происходит в России. И будем тоже смотреть за акциями, если они будут. Будем освещать эти события и показывать их и продолжать держать руку на пульсе. Пока хочу с вами немного поговорить про реакцию международную. Есть уже подборка первых международных реакций. Вот, значит, сообщение премьер-министра Великобритании Реши Сунака. Это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия. А вот Эдгар Сринкевич с президентом Латвии. Чтобы вы не думали об Алексею Навальном, как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт. И это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы. Это Йенс Столтенберг сообщает. А значит, кроме этого приходят еще новости, комментарии Гудкова-младшего. Вот только что мы говорили с Геннадием Владимировичем, а вот комментарий Дмитрия Геннадьевича Гудкова. Не могу в это поверить. Если все подтвердится, то смерть Алексея это убийство, организованное Путиным. Даже если Алексей умер от естественных причин, они были вызваны его отравлением и дальнейшими тюремными пытками. Кровь на Путине. Еще одна в дополнение к сотням тысяч убитых тоже им на войне. Конечно, убийцы, он не он один, но и все его подручные, все эти Патрушевы, Бастрыкины и дальше, ниже, до последнего тюремщика. И еще страшное и важное. Сегодня открылись ворота в смертную казнь для политзаключенных, а потом для всех. Очень соболезную семью Алексея, родным и близким, но в глубине души все равно отказываюсь в это верить. Какой кошмар. Я думаю, что мы все согласны с Дмитрием. Я точно так же, как Дмитрий, отказываюсь верить и не хочу верить в смерть Алексея Навального. Но хотя, конечно, Дмитрий... прав, и если даже эта смерть от естественных причин, даже если это то, как, я напомню, сообщали Russia Today и близкий к полиции и к силовым структурам телеграм-канал 112, принадлежащий компании РЕН-ТВ, оторвавшийся тромб, то понятно, что этот тромб вызвало. И страшные условия в шизо, про которых нам только что рассказывал Геннадий Гудков, и еще более страшное отравление, от которого очень долго Алексей Навальный восстанавливался в Германии в клинике Шерите, находясь буквально на волосок от смерти и просто выйдя из больницы абсолютно другим человеком перед своим возвращением в Россию. Еще одна новость. Смерть Алексея Навального это огромная трагедия. Это слова господина Иноземцева, Владислава, тем более значительные, что она была совершенно ожидаема. Три года назад я завершил свою статью на его возвращение в Россию словами о том, что шансы стать пожизненным узником для Алексея Анатольевича несозмеримо более велики, чем оказаться в Кремле. Алексей Анатольевич сознательно пошел на огромный риск. Ставки были запредельны, а намерения Кремля понятны даже стороннему наблюдателю. Как бы больно это ни звучало, политические предвидения у него оказались намного секунду, оказались намного меньше, чем следовало бы иметь политику в России. У его близких и соратников выявился острый дефицит сострадания, который требовал от них категорических возражений против такого шага. Жизнь Алексея Анатольевича войдет в историю России как огромный подвиг, но сейчас остается только скорбеть. Такие новости, друзья. Давайте я вам напомню, что было с самого начала, о чем мы говорили в начале нашего эфира, всю информацию, которая случилась с самого начала нашего эфира, что было в самом начале. Федеральная служба исполнения наказаний по Ямалониевскому автономному округу сообщила о смерти Алексея Навального в колонии. В сообщении говорится, цитирую, осужденный Навальный АА после прогулки почувствовал себя плохо практически, сразу потеряв сознание. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. По данным телеграм-канала БАЗа, Навальному стало плохо около часа дня. Ему вызвали скорую помощь, врачи пытались откачать, но в час 17, спустя час и 17 минут он умер. Это конец сообщения ВСИН. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о смерти оппозиционера. Его цитата, «Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами ВСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее». Ну а телеграм-канал 112 и телеканал РТ, как я уже говорил, со ссылкой на свои источники сообщили, что у Навального оторвался тромб. Песков сказал, что причину смерти должны выяснить медики. Официально она пока не названа, точно так же, как до сих пор нет официального подтверждения или опровержения от команды Алексея Навального. Но пока мы знаем только один комментарий от Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея. Она написала, что никаких подтверждений смерти политика у его команды нет. Адвокат выехал в колонию в Харп. Леонид Соловьев, это адвокат, он отказался комментировать новости о смерти Навального по решению родных. По словам Соловьева, Навальный виделся с адвокатом в среду и выглядел там нормально. Будем продолжать следить. То же самое говорит и Леонид Волков, один из ближайших сторонников и сотрудников Алексея Навального. И он говорит, что не имеет никаких оснований верить в госпропаганде. Если это правда, то не Навальный умер, а Путин убил Навального и только так. Но я им не верю ни на копейку. Вот цитата, она перед вами буквально была на экране. Я прямо сейчас, наверное, попрошу изменить шеф-редактора текст, титр темы этого эфира на Алексея Навального убили. Давайте это должно прозвучать все-таки. Эти слова, и они должны быть сказаны и написаны, и мы должны как-то начать это осознавать, а это невозможно сделать, не видя их. Алексея Навального убили. Это говорю я, это говорит множество людей, политиков, друзей, близких, сторонников Алексея Навального. Много людей из-за рубежа, политиков и лидеров общественного мнения. Давайте думать про это. Спасибо, что смотрите нас, друзья. У нас скоро, буквально через несколько минут, депутат Европарламента от Литвы, раз ИНК будет к нам подключаться. Будем говорить с ней про международное решение, будет ли что-то, какая-то реакция от Евросоюза, от Европарламента, от международных институций. И если да, то какая. Очень ждем ее подключения, продолжаем говорить. Ждем еще множество людей. Очень хочется сегодня обсудить это событие с Ольгой Романовой, главой Руси сидящей. Кто, как не она, может знать о том, что происходит в колониях. Это ее профессиональная зона интереса. Она следит за колониями, она знает все про колонию, в которой находился Алексей Навальный. Может быть, у нее могут быть какие-то сообщения от людей, которые там находятся. Продолжаем собирать и ждать информацию и следить. Еще раз напомню, сегодня уже говорили про, уже заговорили про митинги, в том числе и на территории России, в том числе в Казани. Например, сегодня люди будут выходить с цветами, чтобы почтить память Алексея Навального. За этим тоже будем смотреть. Конечно, за международными акциями, сегодня, например, в Берлине, в 5 часов берлинского времени, то есть в 7 по Москве, будет акция. Мы будем находиться в эфире, скорее всего, еще в этот момент. И к нам включится Богдан Бакалейко, наш коллега, журналист, сотрудник Ходорковский лайф. Он будет на этой акции. Мы продолжаем говорить про Алексея Навального. Вот на новой газете публикация, разговор с Александром Полупаном, врачом-анестезиологом и ренематологом. Они обсуждают ту самую тему тромбов, которые якобы могли быть у Алексея Навального. Итак, процессирую отдельные фрагменты оттуда. Диагноз тромбоэмболия, который пытаются поставить Навальному, неправомочен. Это можно установить только по результатам скрытия. У Навального не было рисков для образования тромбов, утверждает Александр Полупанов, врач-анестезиолог-ранематолог. Он был в той самой группе врачей, которые приехали из Москвы в Омскую больницу, когда Алексей Навальный был отравлен новичком в 2020 году. То, что пишут в СМИ и заявляют в ОФСИН, что у Навального оторвался тромб, и это была тромбоэмболия, невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких пожизненных манипуляций, прижизненных манипуляций для определения этого заболевания. Об этом, по крайней мере, не сообщается, и не было проведено вскрытие. А то, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, и они делают заключение... Извините. Так, вот эта новость, да. Что они делают в заключении? Такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия. Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться, но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии. А я его осматривал в 2020 году. Это слова, напомню, Александра Полупанова, врача-анестезиолога. Нет никакой медицинской информации о том, как это развивалось, и нет никакой медицинской информации, которую можно комментировать. Ну, и еще раз напомню, что журналисты Сотовижн, которые были на суде над Алексеем Навальным буквально 15-го числа, вот вчера фактически, видели его по видеосвязи и сообщали, что Алексей Навальный выглядит хорошо, чувствует себя неплохо, шутит, смеется, бодр и активен, впрочем, как всегда, и как каждый день, и каждый суд, на котором присутствовал Алексей Навальный. Еще сообщения приходят от международных источников. Вот глава МИД Франции Стефан Сажурне говорит, что Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление о системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина. И появился комментарий президента Грузии Соломезу Робешвили. Она говорит, что смерть Алексея Навального трагедия для всех демократов и правозащитников. Мои соболезнования в его семье и тем, кто в России продолжает его борьбу за демократию. Зеленского я вам уже озвучивал. Давайте озвучу еще раз президент Украины Владимир Зеленский сказал коротко. Очевидно, его убил Путин. Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц успел прокомментировать смерть Алексея Навального. Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию. Канцлер напомнил, что встречался с политиком. Ну да, я уже говорил про то, что Алексей Навальный восстанавливался после отравления в берлинской больнице Шерите в Германии. Там он общался и с Ангелой Меркель, а позже, насколько я понимаю, смог пообщаться и с Олафом Шольцем, нынешним канцлером Германии. Мы ждем скоро, в ближайшее время, к нам подключиться господин Черкасов. Это один из основателей и лидеров общества Мемориал. Поговорим с ним тоже про последствия и что это было и к чему оно может привести. И тут вот поразительно еще значит, за мужа начала переживать жена Игоря Стрелкова-Гиркина на фоне новостей про смерть Алексея Навального. Она написала у себя в канале, что очень переживает. Я переживаю за всех, кто сейчас находится за решеткой в России, особенно за личных врагов Владимира Путина. К таким, я думаю, спокойно можно отнести и Илью Яшина, и Владимира Карамурзу, и еще множество достойных людей и политиков. Андрея Пивоварова, который тоже сейчас находится в колонии. Мы относительно недавно говорили с его женой Татьяной Усмановой. Они сыграли свадьбу с Андреем Пивоваровым в колонии. Надеюсь, что у всех все будет хорошо, насколько это возможно. И надеюсь, что новостей от них мы в ближайшее время не получим. Это тот случай, когда отсутствие новостей это хорошие новости. Ну и про отсутствие новостей действительно пока до сих пор нет никаких официальных подтверждений. Но при этом уже известно, что Владимир Путин проинформирован про информацию из ФСИН про смерть Алексея Навального. Официальных сообщений от Владимира Путина нет. Он прямо сейчас выступает где-то с очередной речью, с очередным посланием. Но пока это тоже ни к чему не привело. Никакой информации или там цитаты Владимира Путина у нас нет. Друзья, спасибо, спасибо, что смотрите. Есть только заявление Пескова, я его вам озвучивал совсем недавно, не буду повторяться. Вас 35 тысяч. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем наш эфир. И я думаю, что мы будем в нем оставаться как можно дольше, пытаясь узнать, наконец, дождаться официальных сообщений. Ждем гостей, ждем тем, ждем еще реакции. И, конечно, отдельно интересно, что будет происходить внутри страны, что будет в России. Я попрошу сейчас нашу бригаду запустить опрос. Друзья, я знаю, что многие из вас находятся в России. У нас есть статистика по Ютубу, которая говорит, что больше 70% нашей аудитории смотрит нас из России. Ну и по чату, по комментариям я тоже это вижу. Друзья, пожалуйста, напишите в чат или сейчас у нас появится опрос через какое-то время, что вы будете делать в связи со смертью Алексея Навального. Выйдите с цветами, будете сидеть дома, зажжете свечи, готовы выходить на акции протеста или нет. Не пишите это в чате под своим именем, пожалуйста, на всякий случай, потому что от нашей страны можно ждать всего. Но очень интересно, что будет в России, потому что, опять напомню, в Казани уже люди готовы выходить. Скорее всего, кто-то будет собираться у мемориала Немцова. Его гибель тоже буквально через несколько дней будет очередная годовщина смерти Бориса Немцова. Такой страшный символизм. Еще один страшный символизм, что фактически за неделю до очередной годовщины войны погиб Алексей Навальный. Надеюсь, что все-таки опять эта новость будет опровергнута и надеюсь, что Алексей Навальный будет жив и мы еще услышим про него. Мы пока не получили официальной информации от родственников и близких Алексея, поэтому мы остаемся пока в легком недоверии. Я надеюсь, что вот этот титр Алексея Навального убили. Мы сменим скоро на титр семья Алексея Навального. Алексей жив. Ну, надеюсь, что будет так. Пока такой информации нет и пока порадовать вас и нас я не могу. Продолжаются новости. Депутатов Единой России просят не комментировать сообщение о смерти Навального. Об этом пишет издание, расследовательское издание агентства. Издание получило копию сообщения, которое аппарат партии разослал депутатам Госдумы с просьбой держаться строго в русле трактовок в СИН. А лучше вообще воздержаться от каких-либо комментариев. Ну, понятно, что пока не будет выстроена официальная линия партии, любой, да, и главной партии Единой России. Это никаких официальных комментариев от депутатов мы и не услышим. И вот эта методичка, она уже начинает выкристаллизовываться, появляться, начинает, я уже вам говорил в самом начале эфира, он идет уже почти час, спасибо, что смотрите. Значит, я говорил, что Маргарита Симонян начала вот эту линию, генеральную линию партии, линию оправдания и отмазывания российской власти. Звучит она следующим образом, Кремлю это сейчас невыгодно, мол, перед выборами не нужно про это говорить. Не буду даже начинать не объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам. Чего объяснять-то, когда они и так все это прекрасно знают? Вот такими словами Маргарита Симонян один из главных пропагандистов Кремля реагирует на смерть Алексея Навального. И я напомню вам разговор с Аббасом Галямовым, который был у нас в начале этого эфира, где Аббас Галямов, человек, который был в хорш в кабинет Владимира Путина, написал ему предвыборные речи, работал плотно с самим Путиным и с его окружением, говорит, что таким сообщениям нельзя верить ни на гроши, нельзя ставить их вообще хоть как-то серьезно воспринимать, потому что, конечно, это выгодно Владимиру Путину. Перед выборами качнулся маятник и понятно стало, что режим в России стоит на глиняных ногах, такой колосс неповоротливый, который вот-вот упадет и развалится, и поэтому мог Путин фактически приказать уничтожить Алексея Навального в стране для того, чтобы не допустить вот этого влияния на того самого колосса своей власти. Еще напомню, что у нас есть эксклюзивный комментарий Бориса Надеждина. Мы взяли его буквально через две минуты после того, как появились первые новости, про смерть Алексея Навального. Борис Надеждин, собственно, узнал об этом событии от нас. Давайте посмотрим его еще раз. Я в шоке просто. Ужас. Я буквально только что, ну, несколько минут назад узнал, и это ужасно. Я что... Это просто я... Реально просто ни слов нет. Соболезнование, конечно, и Юле, и детям, и родителям, и всем близким. Это страшно. Это... У меня просто ряда нет слов. Слов нет. Ну, сейчас какие-то подробности пойдут, но это, конечно... я как... как чувствовал, блин. Я что-то чувствовал, но не угадал, что... Начинают появляться первые подробности из Лоботенагской больницы. Именно медики этой больницы реанимировали Алексея Навального в колонии в поселке Харп, неподалеку, собственно, от Лоботенаги. Значит, реанимация продолжалась более получаса. Бригада скорой помощи за 7 минут доехала до колонии, где добывало наказание Алексея Навального. Еще 2 минуты ушло на путь к пациенту. Об этом сообщили Интерфаксу Лоботенагской городской больницы. Ну, то есть буквально через 9 минут, если верить этим официальным сообщениям, буквально через 9 минут после звонка из колонии врачи уже были у Алексея Навального. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. Проводили их более получаса. Пациент скончался, отметили в больнице. Такие сообщения приходят. Будем продолжать пытаться разбираться, что это было, так ли это на самом деле, насколько достоверна или недостоверна эта версия. Напомню, что в новой газете уже удалось поговорить с одним из врачей, которые помогали Алексею Навальному в ту самую страшную пору 20-го года, когда его отравили. Они были с ним в России до того, как его санабортом вывезли в Германию на лечение. И этот врач, с которым удалось поговорить в новой газете, заявил, что диагноз, который пропаганда приписывает Алексею Навальному тромбоэмболия, оторвавшись, это недостоверная информация, потому что он, как человек, который Алексея Навального осматривал уже после отравления, можно сказать, что у Алексея никогда не было жалоб и проблем, связанных с тромбами, и это не похоже на тромбы. И вообще, этот диагноз можно поставить только после вскрытия, которого по официальной, по крайней мере, информации пока не было. Скоро к нам подключатся следующие гости, а пока у нас в чате появился опрос. Друзья, голосуйте, пожалуйста, я прочитаю его вам. Если вы в России, что вы будете делать сегодня в связи с страшной новостью про смерть Алексея Навального? Выйду на акцию протеста, возложу цветы, останусь дома. Голосуйте, очень интересно, напомню, что в некоторых регионах России уже заявляют про то, что выйдут на улицы. Мы будем стараться это освещать, и как только это будет случаться, показывать и говорить про это в эфире. Может, нам даже удастся подключить кого-то с места событий. Мы работаем для вас сегодня в неурочное время, потому что такие новости не требуют ни малейших отлагательств. Тем временем, поступают дополнительные сообщения. Да, уже больше три тысячи почти проголосовавших и почти 50% говорят, что будут сидеть дома. Акции протеста еще планируются, даже не протеста, памяти, планируются по всему миру. Будут выходить люди в Литве и Вильнюсе. Сегодня здесь отмечается День независимости, и сегодня уже на большом празднице на главной площади города объявили минуту умолчания в знак поддержки и памяти Алексея Навального. Точно так же было и точно такая же акция пройдет и в Берлине, в Германии, и в Париже, во Франции. Друзья, голосуйте, пишите комментарии. По всему миру собирают люди митинги за Алексея Навального. Есть чат FreeNavallin.org Я попрошу наших редакторов отправить ссылку на этот чат в чат эфира. Там координируются те, кто будет выходить на митинги в разных странах. Если вы находитесь не в России, не переживаете за собственную безопасность и готовы выйти на митинг, идите в этот чат. Я прямо сейчас отправил ссылку на него в чат трансляции. И собирайтесь и объединяйтесь, чтобы почтить память Алексея Навального. Продолжаем говорить. Да, мы показываем Алексея Навального. Это последняя известная запись, на которой присутствует Алексей Навальный. Это 15 февраля 24-го года. Это Сотовижн. Их журналисты были на очередном суде над Алексеем. И вот так он выглядел тогда. Да, худой, но при этом улыбающийся и веселый. Я хотел вам еще раз прочитать «Восстановится все больше», друзья. Я хотел вам еще раз прочитать тот самый пост Алексея Навального, который он написал два дня назад, поздравляя свою жену с Днем Святого Валентина. Секунду. Он был у меня заготовлен. Простите, друзья. Сложный сегодня день. Итак, Алексей Навальный своей жене Юлия. Крошка, у нас с тобой все как в песне. Между нами города, взлетные огни, аэродромов, синие метели, тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом, каждую секунду. Я люблю тебя все сильнее. Совсем недавно. Сообщение о смерти Алексея Навального также прокомментировала и Мария Захарова в свойственном ей стиле. Она заявила, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального это саморазоблачительная реакция. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада о том, что смерть и политика виноваты власти России уже готовы. Продолжаем говорить про смерть Алексея Навального и про попытки покушения и убийств на других врагов Путина. Это то, чем режим стал заниматься с первых лет правления диктатора. Вот только несколько самых известных примеров. Юрий Чикачихин журналист-расследователь, писатель и политик. В 2003 году он умер от неизвестного недуга, когда я расследовал для новой газеты взрывы домов в 1999 году. Вот как описывает его последние дни журналист Сергей Соколов. За две недели превратился в глубокого старика. Волосы выпадали кулаками, с тела сошла кожа практически вся. Один за другим отказывали внутренние органы. Конец цитаты. Еще один человек, который занимался расследованием взрывов домов в 1999-м, Сергей Яшенков. Он убит 17 апреля 2003 года в Москве прямо рядом с собственным домом. Журналистка Анна Политковская тогда рассказывала, что незадолго до убийства встречалась с Яшенковым и обсуждала с ним захват заложников на мюзикле «Норд-Ост». По ее словам, у него была некая новая информация о трагедии. Ну и сама Анна Политковская была убита спустя 3 года в 2006 году. Ее в упор расстреляли в лифте собственного дома. Заказчика этого убийства так и не нашли. Путин причастность к Кремля, конечно же, отрисал, но близкие уверены, что Политковскую убили именно из-за ее профессиональной деятельности. В своих текстах она критиковала и лично Путина, и его режим Рамзана Кадырова. В том же 2006 году от отравления Полонием-210 в Лондоне умер бывший полковник ФСБ и критик Путина Александр Литвиненко. Его убийц Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна Россия отказалась экстрадировать в Британию. А сам Путин в 2015 году даже наградил Лугового медалью за заслуги перед Отечеством. Следствие же уверено, судя по всему, убийства Литвиненко Путин же не одобрил. Юрист Сергей Магницкий умер в заключении в 2009 году после того, как его, судя по всему, избили, а после отказали медицинской помощи. Для заключения Магницкий расследовал дело о крупном налоговом мошенничестве среди силовиков и чиновников. Спустя несколько лет американский закон о санкциях назовут именем Сергея Магницкого. Борис Немцов один из самых известных критиков Путина и его репрессивной политики. Знаковая фигура для оппозиции, лидер митингов начала 10-х годов. Несколько раз его даже арестовывали. Затем решили проблему радикально. Бориса Немцова убили 27 февраля 15-го года в нескольких сотнях метров от Кремля. Путин заявил, что возьмет расследование под личный контроль, поэтому убийца Бориса Немцова до сих пор на свободе. Ну и, конечно же, несколько громких покушений на убийство критиков Путина и его режима. Билл Браудер, Владимир Крамурза дважды, ну и сам Алексей Навальный тоже был отравлен в 2020 году во время поездок по городам России и был доставлен после этого медицинским спецбортом самолетом в Берлин, где проходил лечение в клинике Шарите. Продолжаем говорить и ждать гостей и других сообщений. Значит, есть комментарии от господина Милова письменной. Уважаемые коллеги, к сожалению, на данный момент я не могу прокомментировать новость о смерти Алексея Навального. Когда внедруг союзник Навального, я считаю, что в данный конкретный момент пока у нас нет официального подтверждения этой новости. Было бы уместно лишь подождать, пока родственники и пресс-секретарь Навального будут в состоянии предоставить информацию с первых рук. Новости и комментарии относительно подтверждения его смерти или ее отсутствия. Это может занять некоторое время, поскольку в Харпе, арктическом поселке, где находится тюрьма Навального, в эту пятницу уже закончилось рабочее время и она, вероятно, откроется до посетителей только в понедельник утром. Хотя новости о смерти Навального действительно выглядят серьезными. Я бы категорически предпочел не говорить о его смерти как о доказанном факте до тех пор, пока не будет полного подтверждения. Не в последнюю очередь по этическим соображениям. Надеюсь на ваше понимание, Владимир Милов. Друзья, пишите в комментарии, верите ли вы в смерть Алексея Навального и если да, как вы считаете, правы ли вовсины, говорят ли они действительно правду по тому, что происходит. Ну и вот нам пишут наши менеджеры Ютуба, что опрос скоро закончен, там больше 8 тысяч комментариев. Закончим опрос скоро, потому что очень много ботов пришло, но неудивительно, у нас 41 тысяча прямо сейчас людей следит на нашем только канале за тем, что происходит с Алексеем Навальным и за новостями о его смерти. И понятное дело, что очень много ботов приходит на все трансляции такого масштаба и такого объема. А вижу очень много комментариев соболезнования, плачущих эмодзи, смайликов, разбитых сердец и поверьте, наше сердце тоже разбито и тоже нам всем тяжело про это говорить, но говорить про это необходимо и говорить про это нужно. Напомню, что сегодня у нас уже был в эфире политик Геннадий Гудков, он говорил, что Алексея Навального, конечно, убили и сделал это лично Путин, в этом нет никаких сомнений, нет никаких сомнений, что это был лично Владимир Путин и он должен за это ответить, и он ответит. Геннадий Гудков даже высказывал такую версию и такое пророчество, что Путин получит то же, что он сам организовал Навальному, его тоже фактически физически устранят и убьют. Непонятно, кто будет это сделать и насколько это вообще возможно, но вот Геннадий Гудков у нас в эфире произнес и такую версию, предположил и выдвинул, посмотрим, к чему это приведет, про протесты в России мы уже говорили, что они будут и могут происходить. Ждем и смотрим. Скоро к нам должен подключиться публицист, журналист Алексей Глебович Невзоров, Александр, извините, Глебович Невзоров, обсудим эту тему и с ним в том числе про смерть, про убийство, про убийство политических оппонентов Владимиром Путиным. С нами уже говорил об Азгалямов и напомню тем, кто к нам подключился недавно и не видел, или может тем, кто с нами с самого начала и забыл уже, час мы в эфире, а у вас с нами Александр Глебович. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, привет. Верите? Слышу, слышу. Да, верите в смерть Алексея Навального? Ну, трудно не верить в то, что неизбежно. Трудно не верить в то, что закономерно. Трудно не верить в то, что является таким лакомым и долгожданным и, скажем так, необыкновенно нужным событием для Кремля. Александр Глебович, а вот прямо сейчас это событие было необходимым и нужным? Вот есть такой трек от сторонников Кремля, та же Симоня, например, все время говорит, что вот сейчас вот говорит буквально, что ну а что, это сейчас Кремлю вообще было не нужно. В чем сейчас нужность, необходимость для Кремля убивать Алексея Навального? Друг мой, вы никогда не жили в аквариуме? Нет. Нет. Вот если бы вы жили в аквариуме, вы бы, вероятно, поняли, что для вас принципиальное и важнейшее значение имеет только мнение рыбок вокруг, да, а все, что происходит за толстыми стенками, вас абсолютно не интересуется. Путину вас абсолютно не интересует. Путину абсолютно наплевать на всех этих Сунаков, на всех Байденов. Он живет в своем мире, где основная его надежа и опора, где основные его козыри, то есть вот озверевшая патриотика, озверевшие скрипоносцы должны были получить его сигнал в том, что он не дрогнет, что он пойдет до конца. И наилучшим сигналом было убийство Навального, потому что это, ну, скажем так, с точки зрения Кремля великолепный степ над всем миром, великолепное доказательство того, что так называемая Россия не намерена шутить и останавливаться, это демонстрация предельной, как они считают, силы. Им совершенно наплевать на скандал, им совершенно наплевать на то, что три дня в каких-нибудь совбезах, ООНах и других забавных организациях будут трясти бородами возмущенные политики, им совершенно безразлично мнение либеральной и западной прессы, они давно со всем этим порвали, вы этого просто пока не понимаете, они ориентируются на другое, им нужно укрепить, закрепить, сплотить опричников, одновременно еще раз пугануть Россию, причем пугануть так, чтобы она присела бы в ужасе, да, конечно, плакать будут по углам, под плинтусами будут плакать, переживать будут, вздыхать, делиться этим, этой жуткой новостью, но бояться-то будут еще в марте он может выиграть только на страхе, вот и все, поэтому это стопроцентно выгодно, а то, что там на публику пишет Симонян или Красовский, но это же не надо воспринимать всерьез, это же люди, которые... Да, закончите мысль, пожалуйста, извините, я вас перебил, чуть-чуть, это люди, которые все равно, поймите, да, я уже многократно говорил, имеет смысл интересоваться мнением друзей или врагов, без разницы, но свободных людей, мнение рабов не представляет никакой ценности и никакого интереса, эти люди сейчас живут под гипнозом дичайшего страха, могут ли они сказать что-нибудь другое, да, вот оценивая реплику любого персонажа, всегда прикиньте, может ли этот персонаж сказать что-нибудь иное, нет, он лишен такой возможности, у него отберут жилье, имущество, работу, бюстгальтер и все остальное, и он это понимает, поэтому то, что говорит Красовский или Симонян не играет вообще никакую роль и давно пора бы, это может только в качестве анекдота, когда вот знаете тяжелый информационный день и чем-то надо в ленте за этот день подписчиков оживить, порадовать и насмешить, вот тогда какие-нибудь бредни из Думы или бредни Симонян разместить можно, но всегда следует помнить, что это мнение рабов, лишенных малейшей возможности сказать что-нибудь иное. Александр Глебович, скажите, пожалуйста, вот мы говорим про устрашение, про то, что это было сделано как акция устрашения для тех, кто находится в России, но не может ли эта акция устрашения привести наоборот к возмущению, не может оказаться последней каплей или той самой соломинкой, переломившей хребет верблюду? Нет, нет, безусловно, нет, безусловно, нет, потому что все равно люди в России, как тот же самый Навальный многократно объяснял, они все равно живут во власти мифа, они не понимают сколько их, они не понимают их свою силу, они не понимают свои возможности, они абсолютно диффузны, абсолютно разобщены, они боятся друг друга, жены боятся мужей, мужья боятся жен и собственных мам, о каком единстве, каком коллективном ответе, какой последней капле мы можем говорить? Нет, конечно, нет, и плюс не забывайте, что вероятно, сейчас начнется и успешно будет осуществлена операция по заморачиванию уголов, про какой-то тромб, про какую-то неведомую болезнь, я вам могу сказать с абсолютной стопроцентной уверенностью, никогда в течение 20 минут до вскрытия тела, невозможно диагностировать никакой тромб, тромб не имеет ярко выраженных внешностных примет, и он никак не может быть назван в качестве причины смерти, поймите, это же тюрьма, это место, где совершенно безнаказанно с человеком можно сделать все, что угодно, и существует тысяча способов убийства в тюрьме, все исполнители достаточно опытные, достаточно проверенные, повязанные многократно кровью, ядом, подлостью, пытками люди, которые никогда не откроют рта, все то, что происходит в недрах в СИН, включая вскрытие, включая обследование тела, любую, даже, не знаю, молекулярную экспертизу, это всегда будет нарисовано, это всегда будет сделано в угоду заказчику, заказчик здесь один, безусловно, режим, которому чертовски надо было основной, как он считает, своей электоральной массе показать серьезность, вы же не понимаете, что в России происходят, там действительно есть сомнения, были, по крайней мере, сомнения в твердости Путина, в его готовности действительно устроить тот ад, который был в стране в сталинское время, и он им доказал это. Александр Глебович, вот приходят новости, тут Урсула фон дер Ляйен про смерть Навального. Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии. В чем может быть объединение сейчас с Урсулой фон дер Ляйен и имеет ли это под собой что-то, кроме вечной глубокой озабоченности? Нет, это возможно, потому что для очень многих это, конечно, это, конечно, сигнал в России этот сигнал будет воспринять совсем иначе, чем на Западе. Кто-то будет запуган до смерти, но кто-то будет и по-сумасшедшему обрадован. Вот вспоминайте в таких случаях тот самый страшный пример, когда в ответ на обрушение башен близнецов плясали, танцевали, радовались и жгли фейерверки в странах радикального исла. И примерно такая же реакция на всех серьезных, у всех серьезных сторонников режима, у всех, кто сделал свою ставку на путинизм, а это очень многие люди. Мы видим, как легко они ломают любых знаменитостей, любых писателей, любых актеров, которые находятся в зоне их просто физического досягаемости. Поэтому нет, конечно, все равно это сыграет. И все равно Запад в очередной раз получит очередное доказательство невменяемости гитлеризма и преступности Путина. Какие будут сделаны выводы, не знаю. Пока мы видим, что Запад ведет себя предательски, глупо, трусливо, нелепо. Он просто не осознает масштаб и ужас проблемы. Как не осознавал масштаб и ужас проблемы в 1938 году или в 1937 или в 1936, когда объявлял Гитлера «Человеком год». Александр Глебович, еще такой момент. Мы говорим в том числе и про те самые элиты, сплощенные вокруг Путина. Тем же страхом они не могут после такого решить, что это может постигнуть и их в том числе? Они понимают, что это может постигнуть и их даже без такого звоночка. Они живут с абсолютным ощущением смерти, которая спит с ними в одной кровати, сидит с ними на одном унитазе, ест с ними из одной тарелки. Они знают Путина и они знают, чего от него можно ждать. Он слишком много дал доказательств своей маниакальности, упрямства, беспощадности, садизма, если угодно. Поэтому, если мы говорим о самом близком круге, нет, это для них не новость. Но вот все остальные, а это огромная вертикаль, вдруг задумайтесь о том, сколько в России чиновников. Десятки тысяч чиновников. Совершенно верно. И каждый из них ощущает себя молекулой Путина. Каждый из них ощущает себя вовлеченцем во всю эту подлость. И разумеется, для них равно как и для тех православных радикалов, для всех зюганутых. Это очень серьезный знак и напоминание, что пощады не будет никому. Потому что, если он решается, он принимает силу скандала, принимает девятый вал этого скандала и предельность этого скандала, но именно в предельности, в девятовальности есть и вызов миру. Мир почему-то не хочет этого видеть и одновременно сигнал своим, что я пойду до конца. Александр Глебович, тогда вопрос, а что дальше? Ну, насчет дальше мы пока давайте не будем загадывать, дальше будет еще один сюрприз перед выгодом. И несомненно. Я, когда говорил в экстракте и в своем телеграм-канале про обязательность еще одного сюрприза, имел в виду не смерть Навального и не очереди за подписями Надежды. Но сейчас событие, понятно, что Путину нужна победа. Вот сегодняшний день это такой тихий день победы. И сегодня, вероятно, кремлевские куранты вместо обычного звона будут звучать как хлопки открывающегося игристого. Совершенно верно, как хлопки открывающегося шампанского. Ведь то, что предлагается в качестве победы, там, какая-то Авдеевка, да, мы полны все безусловно уважения, любви и сострадания к жителям Авдеевки. Мы понимаем, что это был чудесный, прелестный, маленький, ничтожный, по сути, своей городок, я имею в виду в масштабе всей Украины, в масштабе этой войны. и что успех с овладением квартала в Авдеевке это не та победа, которую хотелось бы кому-нибудь предъявить Путину, уже потеряв 400 тысяч убитыми на этой войне. Поэтому ему нужна была победа, ему нужна была демонстрация его маскулинности, демонстрация его несокрушимости и его готовности идти до конца. Что будет дальше, я не могу вам ответить, отчасти потому, что не хочу этого делать, отчасти потому, что все время примешиваются некие факторы, которые смещают картину по времени и вектор, я думаю, вам очевиден самому. Рассчитать и предсказать финальную точку этого вектора тоже нетрудно. И мы все это уже можем делать. Но вот как долго все будет происходить, очень сложно сказать. спасибо большое. Александр Глебович Невзоров, журналист, публицист, был с нами на связи. Спасибо за ваш комментарий и время. Друзья, хочется немного вам рассказать про самого Владимира Путина. Он тут сегодня встречался с людьми и не смог, не нашел времени за весь час своего выступления прокомментировать смерть Алексея Навального, хотя мы знаем, что сообщения об этой смерти ему передавали. Владимир Путин проводил встречу со студентами, работниками челябинских предприятий. Он уже больше часа игнорирует смерть Навального. Встреча началась в 3.15 по московскому времени. Приблизительно в это же время начался наш с вами эфир. С этого момента прошло около часа и в своем выступлении Путин смеется, улыбается, отвечает на вопросы собравшихся. Вопросов о Навальном ему никто не задал. Сам он эту тему не поднимал. А сейчас, друзья, я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели коротенький отрывок из фильма об Алексея Навальном, того самого, который выиграл Оскар. Там Алексей Навальный отвечает на вопрос, что будет, если его убьют. Алексей, если вы арестованы и выгоданы в prison или что неудобное случится, что вы убили, что вы оставите для русских людей? Моя месседия для ситуации, когда я убил, это очень просто, не отмешивайся. Моя месседия отвечает на русском. И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. И, простите, и про то самое нельзя бездействовать. Телеграм-канал Порт, это такое новое молодое медиа, собрало информацию, известную на данный момент, где пройдут акции памяти Алексея Навального. Казань. 18.30 по местному времени у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Варшава. 5 часов у посольства России Таллинн. 4 часа у местного посольства России. В Риге в 5 часов у здания российской депмиссии. В Праге в 17.30 у здания посольства. В Амстердаме, в Вильнюсе везде у зданий российских посольств. Будем следить за этим. А сейчас с нами на связи Расу Инкнавична, депутат Европейского парламента от Литвы. Раса, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы можем ждать какой-то реакции Европарламента официальной, может, каких-то новых мер, новых санкций, новых вещей, противодействующих Владимиру Путину после смерти Алексея Навального? Да, конечно. Мы сейчас уже переписываемся и те, которые работаем больше всего с как бы сказать с этим файлом Россия, Украина, безопасность и в понедельник и вторник наверное будут и акции, но пока что все ждут еще подтверждений и от соратников Навального, потому что я вижу, что пока еще они не подтверждают этого, но я не думаю, чтобы Кремль в этом случае какие-то сведения или это известие было бы какими-то неверными. Да, будет, конечно, и я думаю, что это больше, чем санкции. Санкции это только маленькая частица реакции. Если это правда, если Путин это сделал, наконец-то он его убил и сделал это как раз уже во время этой войны, ведь Навальный вернулся до войны этого, этой стадии кровавой войны против Украины, это знак, конечно, для всего мира и для нас, и для демократического мира. Путин любит эти такие сигналы подавать, так как символически был тоже у Кремля убит немцов, это было более сигнал такой для оппозиции России, для людей, для российского народа, а сейчас, я думаю, это больше, это больше, это сигнал про то, что он будет топить в крови Украину и, конечно, это сигнал всем нам думать не только о санкциях, но и о том, как мы будем противостоять этому и как мы будем победить этого кровавого диктатора, который для меня Путин это в одном два сразу, Сталин и Гитлер. Так что, я думаю, что это сигнал и для тех, которые до сих пор не поняли, что происходит в мире сейчас, что это война не только против Украины, эти репрессии не только против российского народа, а что это сигнал для всего демократического мира. и Путин, наверное, думает, что демократии слабы, и что демократические общественности, политики, они не способны победить в таких войнах, а вот нам надо как раз делать все, чтобы мы победили, потому что если этого не будет, то будет тогда конец демократии в мире. Раса, скажите, пожалуйста, вы говорите про то, что санкции это всего лишь часть ответа, а что тогда весь ответ? Ну, помочь Украине победить, самое главное, самое главное, ведь мы, конечно, понимаем, что сделано уже много, никто не верил, что, например, Европейский Союз может быть таким сплоченным, несмотря на Орбана, но все-таки умеет сплотиться и помочь Украине без помощи Запада, сейчас Украины, наверное, уже и не было бы, но самое главное, конечно, сами украинцы, это самое главное, что они сделали в первые недели, в первые месяцы этой войны, но сейчас надо сделать гораздо больше, потому что мы посчитали, что в прошлом году весь Европейский Союз вместе с членами государствами и деньги Евросоюза самого, помощь Украине была меньше 0,1% от общего валового продукта всего Европейского Союза, так что это очевидно, что надо сплотиться еще больше, это война не на несколько месяцев, как сейчас стало очевидно, так что вот это самое главное, победа Украины, победа Украины и перестать бояться этого режима Путина, несмотря на то, что он уже готовится и в космосе ядерное оружие, оружие там иметь и так далее, и так далее, это еще более надо иметь общую стратегию. Ну, к сожалению, сейчас я вот этого, особенно, когда смотрю на Вашингтон, я этого не вижу, как очевидного такого единого понимания, где мы живем. Караса, скажите, пожалуйста, не планирует ли Европарламент или какая-нибудь, может быть, часть депутатов обратиться в ГАГу, чтобы было возбуждено дело о смерти Алексея Навального и с ответчиком Владимиром Путиным? Я думаю, что многое будет сейчас обсуждаться, ведь только час прошел, когда мы узнали про это, и будет много инициатив, посмотрим, но я могу сказать и семье Навального и всем людям доброй воли, сколько их осталось в самой России или за рубежом, что Навальный это и про нас, так что и мы ответственны, все ответственны за то, что сейчас идет в этом мире и будем делать все возможное, включая то, что Вы сказали только что. Скажите, пожалуйста, что будет с эмигрантами из России, остается все меньше возможностей оставаться в России, так чтобы это было безопасно для многих, кто хоть как-то был связан с политикой. Сегодня мы увидели этому еще одно очередное подтверждение, подтверждение страшное, подтверждение ужасное, планирует ли в Европарламент какие-то пересмотры и облегчение визовых условий именно для тех, кто не просто решил поехать отдыхать к морю, для тех, кому может угрожать опасность на территории России. Ну, видите, Европарламент ведь не решает Европейский Союз. Естественно, но какой-то хотя бы коммунике, хоть какой-то консультационный. Каждый член государства, член Европейского Союза, это компетенция каждого государства, особенно приграничных государств это особенно касается. и, к сожалению, ну, не к сожалению, это натурально, а нормально, что мнение общества после того, что случилось и то, что видим от части, кстати, большой части народа России, люди не верят. И все россияне должны понять, что очень тяжелая ситуация сейчас и для них. Конечно, Путин этого хочет, но очень трудно людям понять это, что вот даже есть дискуссия, есть ли хорошие русские совсем, ну, есть ли такие. Я не разделяю такого мнения, конечно, потому что есть и хорошие литовцы, и плохие литовцы, как ты посмотришь на это. Но для вашего вопроса конкретно, я думаю, что не будет легко, но надо как-то и вам, вот как раз тем людям, которые сейчас работают на Россию другую в будущем, как-то сплотиться уже, это сигнал ведь всем вам, и работать больше и в Брюсселе, и в Вашингтоне, как такое более единое образование оппозиции, несмотря на то, что вы разные. Я думаю, что это не столько от нас зависит, вот как от вас, от тех, которые можете свое сказать, объяснить, и помочь разобраться в этой ситуации. Спасибо большое, раз экономичная депутат Европарламента от Литвы была с нами в эфире. Спасибо за Ваш комментарий. Друзья, продолжаем говорить, обсуждать реакцию, в том числе на страшные сообщения про смерть Алексея Навального. Тут попыталась прорваться, правда, впервые за долгое время на эфире федеральных каналов. Сегодня лидер Яблока Николай Рыбаков в прямом эфире НТВ вот буквально только что попытался что-то сказать про произошедшее. Давайте посмотрим, как это было. За политику каким-то образом там, я не знаю, кто там, Путин договаривается, не знаю, Лавров звонит ночью в Таиланд и говорит, не давайте Моргенштерну выступить. Или звонят президенту Эмиратов, говорят, аннулируйте ему въезд. Так как Иван начал с новостей поэтому я не буду отвечать на Ваш вопрос. Я сейчас буду говорить о том, о чем каком-то. Я не могу не высказать соболезнования в связи со смертью и я надеюсь, что это послужит наконец к тому, что будут освобождены политические заключенные в нашей стране. А какая здесь связь? Абсолютно. В связи никакой Иван с этого начал. А тогда давайте на мой вопрос. Ну вот так вот на федеральных каналах затыкают людей, которые пытаются хоть как-то говорить про Алексея Навального и политзаключенных. Впрочем, ничего нового, мы все это уже видели много раз, но показательно, что даже нормально соболезнования высказать не дали. А есть еще важная информация. Значит, проект The Bell поговорил с бывшей сотрудницей в СИН. Тут важное сообщение про тот самый тромб. Тромб у тюремных медиков это универсальный диагноз, которым можно объяснить все. Так говорит бывшая сотрудница в СИН. Я напомню вам, дорогие зрители, что с самого начала начала появляться информация от провластного, близкого к РНТВ канала 112 и не менее, а то и более провластного канала Russia Today, что диагноз Алексея Навального это тромб. Диагноз этот не удерживает никакой критики. Тромбоэмболия уже про это говорил и в новой газете один из врачей, которые рассматривали Алексея Навального после отравления в 2020 году. Этот диагноз можно поставить только после вскрытия, которого пока официально не проводилось. Многолетняя сотрудница общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах лишения свободы, работавшая после этого ведущим аналитиком московского управления ВСИН Анна Каретникова говорит следующая вещь. Тромбоэмболия легочной артерии это название заболевания, которое по крайней мере тюремными медиками употребляется как бы в таком переносном, немного расширенном смысле. Как-то вот так. Почему больный умер? Да забудьте, все равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет. ТЭЛа это как раз тромбоэмболия легочной артерии. Так что это диагноз, который не значит абсолютно ничего. Дальше цитата еще одна из Анны Каретниковой, той самой сотрудницы ВСИН бывшей. На мое непонимание по первости доктора мне объяснили. Это то, чем можно объяснить все. Такой универсальный диагноз, сложно доказуемый и этим в чем-то удобный. Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось. Оказывали. Тромб. Внезапная смерть. Ни от чего не загибался? Вчера здоровый был. Ну, подождем, конечно, но ты же понимаешь, что ТЭЛа с большой... тромбоэмболия легочной артерии с большой долей вероятности снова будет. А после этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону или развести руками или тяжело вздохнуть. Сразу после смерти Навального государственный телеканал RT со ссылкой на свои источники объявил, что у Навального оторвался тромб. Лечивший Навального после отравления врач заявил, что такой диагноз невозможно поставить без скрытия. Ну, то, что я вам уже рассказывал. Друзья, продолжаем следить за событиями, которые приходят, за новостями, текстами, обзорами. Значит, издание Верстка со ссылкой на свои источники пишет, что власти Янао и местная ФСИН отправляли Янао, Ямал-Ненский автономный округ отправляли Навального в ШИЗО по приказу из Москвы но должны были следить, чтобы он в нем в том самом ШИЗО не умер. Смерть политика стала для них неожиданностью, якобы сообщают источники издания Верстка. Цитата. Это нецензурное выражение. Мы сами пока не понимаем, как это возможно. В администрации было четкие установки следить, чтобы не сдох перед выборами и чтобы не устраивал цирк с конями. Никому тут его смерть не нужна была. Это собеседник в окружении главы региона, в окружении главы Ямал-Ненского автономного округа, сообщает журналистам Верстке. Тоже есть такая версия, будем следить. Я еще напомню сообщение от Евы Меркачевой, одного из членов Совета по правам человека при президенте России, который сказал, что Алексея Навального могли убить просто те самые ШИЗО бесконечные, в которых он находился, которые его постоянно помещали, выпуская только фактически на суды в комнату для видеоконференции с судом. Собственно, у нас есть видео от 15 февраля издания Сотовижн, буквально вчерашнее, где Алексей Навальный снова в суде, и он улыбается, он шутит, он хорошо себя чувствует. Так, по крайней мере, говорили журналисты Сотовижн, которые были на том самом суде. Давайте покажем вам, вас стало в разы больше, 42 тысячи человек нас смотрят, спасибо вам за это большое. С нами Ксения Ларина, журналистка, рад приветствовать в нашем эфире, несмотря на ужасные события и ужасные новости. Ксения, здравствуйте. Приветствую, Юр, здрасте. Первое, задаю всем этот вопрос, верите? Я думаю, что сомнений уже все меньше и меньше, с каждой минутой, тем более, когда первый шок прошел от этой вести, и когда ты просто криком кричишь, у меня вот такое же было состояние, когда я получила вести о том, что Бориса Немцова убили на мосту буквально через два часа после нашего эфира. Вот, то, конечно, просто оглушенное состояние, а потом ты понимаешь, что начинаешь уже смотреть на это, то, конечно же, никакое заявление на сайте УФСИН по Ямал-Минетскому округу не было бы опубликовано без согласования с Москвой. Это понятно. Поэтому, когда где-то там поймали этого Пескова, и он там отвечает на вопросы Пула и говорит, что президенту доложено из Москвы, я думаю, что все это правда. Да, вот вы и как раз это показываете. А то, что касается семьи и подтверждения, ну, а что они могут еще по-другому сказать? В конце концов, давайте каждый себя представит на месте близкого человека, особенно в этой стране, в России, особенно после того, что было, особенно после всех страшных историй. Предъявите мне тело, и тогда я поверю в то, что произошло. Ну, мы знаем, что сейчас Кира Ярмыш час назад написала, для зрителей Кира Ярмыш, это пресс-секретарь Алексея Навального, написала, что адвокат Алексея Навального отправился в колонию, и как только он до туда доберется, мы узнаем, наконец, хоть какую-то из независимых источников информацию, ни от ФСИН, ни от государственных служб. Ксения, вспоминаю ваш недавний пост в Фейсбуке, вы там называли Алексея Навального президентом, победившим на честных демократических выборах, а его сторонников ФБК в качестве какой-то структуры, которая присутствует рядом с ним, может быть, как администрация президента, может, как отдельная. Что теперь? Ну, это очень трудно. Вообще, я вижу, как говорят и мои коллеги, как говорят политики, как говорят эксперты, как говорят люди, которые близко знали Алексея Навального, которые были вот с ним близки не только как единомышленники, но и как друзья. И понимаю, что сейчас все в состоянии абсолютного шока и очень трудно сейчас всерьез анализировать ситуацию и прогнозировать ситуацию. Конечно же, если вот отключить эмоцию, попробовать действительно почему мы все решили, что он выйдет, почему мы все решили, что он выживет, почему мы все решили, что он вынесет все эти пытки и это постепенное, медленное убийство человека, которое на наших глазах происходило, на глазах всего мира. Почему мы решили? А потому, что он так и нас в этом убедил, Юра. Давайте вспомним, каждое его появление в суде, включая вот последнее, которое вы показывали по видеосвязи, каждое его появление, несмотря на все эти страшные пыточные условия, на то, что человек уже почти год вот совокупно просидел в карцере, в ШИЗО, он всегда в прекрасном боевом настроении, со своим фирменным чувством юмора, со своей фирменной улыбкой, несмотря на то, что внешне уже половина от него осталась и понятно, можно себе представить, что он там переживает физически, какие муки и какие пытки. И тем не менее, вы вспомните все его последние так называемые слова. Он всегда обращался к тем, кто находится на свободе, держитесь, ребята, не сдавайтесь, как вот в этом фильме Навальный из фильма, который Оскар получил, по-моему, как раз показывает этот кусочек, да, он то же самое успокаивал всех, кто находится на свободе, успокаивал из тюрьмы, придавал силы, уверенность в том, что все равно обязательно будет прекрасная Россия будущего. Я думаю еще, у меня язык не поворачивается сейчас, скажу вам честно, говорить о каких-то соболезнованиях семье. Мне просто страшно, потому что мне кажется, что если вот мы все эти слова сейчас произнесем, то у людей вообще никакой надежды не останется последнюю от него. Пусть все-таки это, пусть они сами это признают и скажут, да, это случилось, это случилось. Просто язык не поворачивается, говорю. Я думаю о ребятах, о его товарищах, которые находятся в тюрьме, об Илье Яшине, о Володе Карамурзе, о Алексея Горин или о многих-многих других, которые сейчас находятся там. и именно благодаря Алексею, благодаря его силе, невероятной силе, невероятной стойкости, невероятному мужеству у этих людей силы тоже есть. И они продолжают шутить, уверять нас, что все будет хорошо, что победа будет за нами и что мы обязательно выйдем и все обнимемся и Путина сметем и вообще все в наших руках. Я, конечно же, а как по-другому? Понятно, что не может быть никаких других. Уж кто-кто, а эти люди, которые практически добровольно приняли решение впасть к дракону, отправиться, уж они-то точно не могут себе позволить греха уныния и отчаяния. А как по-другому? Только так. Но вот видите, все произошло именно так, как произошло. Сейчас очень многие, я вижу, спрашивают тоже, а вот как Путин прокомментирует. А вот он до сих пор ничего не сказал. Никто не вспомнил, может быть, я ошиблась, но я не слышала вот среди всех комментариев, которые я уже сегодня смотрю, и у вас, и на дожде, и на других независимых каналах ту самую фразу Путина, когда он прокомментировал убийство Анны Политковской. Вы помните, что он сказал? Напомню, это фраза, которая осталась в аналах, как Курск, что случилось она утонула, так про Политковскую он сказал, что нам это невыгодно было, что ее смерть принесла нам больше вреда, чем ее статьи, сказал Путин, обращаясь типа к мировому сообществу. Ксения, сейчас ровно то же самое говорит Маргарита Симонян, вот ровно то же самое сейчас продвигает Маргарита Симонян, Антон Красовский, и вся вот эта вот шайка-лейка, вокруг которой крутится пропаганда, которая эту самую пропаганду формирует. Вот цитата из Маргариты Симонян. Не буду даже начинать им объяснять, что его давно забыли, убивать его не было никакого смысла перед выборами, это невыгодно, это выгодно как раз совершенно противоположным силам, чего объяснять, когда и так все это прекрасно знают. Вот это буквально то же самое, что когда-то, в те времена, говорил про Политковскую сам Путин, только теперь он до этого не отпускается, теперь за него делает Маргарита Симонян. Я хотел процитировать... То же самое, да, они говорили и про Немцова, также говорили, после убийства Немцова, что нам это невыгодно. Скандал у стен Кремля, нам это невыгодно, ни в коем случае, это портит наше РНМ. Было такое, действительно. Я хотел прочитать вам, Ксения, в том числе, я уже говорил сегодня эту цитату нашим зрителям, это пост, в котором Алексей Навальный поздравил свою жену Юлю с 14 февраля. Крошка, у нас с тобой все как песня. Между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели, тысячи километров. Я чувствую, что ты рядом каждую секунду, я люблю тебя все сильнее. Мне вот кажется и казалось, что такой Алексей Навальный не может пропасть, не может с ним ничего случиться, что он будет, потому что такого не может быть, потому что такого просто не может быть. И вот теперь все-таки кажется, что оно случилось. И это становится все реальнее и реальнее с каждой минутой и секундой тишины от сторонников Алексея Навального, которая сейчас длится уже больше двух часов. Если это случилось, это, конечно, политическое убийство, безусловно. И тем более, что вот вы сейчас тоже перед нашим эфиром процитировали Анна Каритникова, которая, как никто, знает, какими диагнозами они там пользуются, публичными, для того, чтобы объяснить внезапную смерть заключенного. И вот как раз Анна Каритникова подтвердила, что именно этот диагноз пользуется наибольшей популярностью, потому что тут ничего не проверишь. Тромб и тромб оторвался. Поэтому, конечно, в любом случае это политическое убийство. Что они там с ним сделали, я думаю, что мы все равно рано или поздно узнаем, узнаем. Но, конечно, это невероятно страшная, трагическая новость. Я думаю, что, вспоминая опять же Алексея, то, что он говорил, не сдавайтесь, мне кажется, что сейчас, когда это все подтвердится и когда мир весь поймет степень людоедства этого человека, с которым они тут по-прежнему заигрывают, интервью у него берут и еще публикуют его на первых полосах газет этого ублюдка и убийцу Владимира Путина. Мне кажется, что очень важно, что услышите этот призыв Алексея не сдаваться раз, а во-вторых, все-таки давайте друг друга разбаним. Так нельзя больше. Ради хотя бы в его память. Давайте друг друга все разбаним, разблокируем. Иначе все. Иначе не останется вообще никаких надежд на ту самую Россию, о которой когда-то мечтал Алексей. Боюсь, что прекрасной ее уже будет назвать сложно. Спасибо большое, Ксения Ларина, что пришли к нам в эфир. Было радостно поговорить с вами сейчас, несмотря на страшный момент, в который этот разговор состоялся. Спасибо. Спасибо. Друзья, мы сейчас с Ксенией Лариной много говорили про тот самый завет Алексея Навального, ту самую напутствие, наставление, которое он оставил всем в конце того самого фильма, который получил Оскар. когда его спрашивают, что будет, если вы, Алексей, умрете. Давайте посмотрим это самое наставление. Алексей, если вы арестованы и выставлены в пресене, или что неудачное случится, что вы убили, что вы оставите для русских людей? my message for the situation when i'm killed is very simple not give up здесь у меня просто очевидная вещь ну не сдавайтесь не надо нельзя сдаваться если это произошло это означает что мы необыкновенно сильны в этот момент раз они решили меня убить но и нужно использовать эту силу не сдаваться помнить о том что мы огромная сила которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих лишь потому что мы не можем осознать насколько действительно мы сильны все что нужно для торжества зла это бездействие добрых людей поэтому бездействовать не надо больно каждый раз смотреть на это видео и на вот эту улыбку алексея в конце но действительно мы вместе нас много и мы сильны и нужно про это помнить знать и оставаться с этим а сейчас друзья хочу вам показать диаметрально противоположное видео совсем другой по тональности и смыслу кусок это федеральный эфир это то как в федеральном эфире рассказали в новостях про смерть алексея навального вот управление федеральной службы и сравнение наказания по и мало ненецкому автономному округу что вот это сообщение что сегодня в исправительной колонии номер 7 осужденный навальный после прогулки почувствовал себя плохо практически сразу потеряв сознание незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения была вызвана бригада скорой медицинской помощи приведены все необходимые реанимационные мероприятия которых которые положительных результатов не дали врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного причины смерти устанавливаются и вот еще сообщение врачи скорой медицинской помощи по предварительной информации установили что причиной смерти стал оторвавшийся тромб и федеральная служба направляет комиссию в колонию в янау где умер навальный в связи со скоропостижной смертью территориальные органы учреждения в соответствии с установленным порядком направляет комиссию из числа руководителей сотрудников оперативно-режимных медицинских подразделений центрального аппарата син россии во всяком случае будет проведено самое тщательное расследование ну а что касается состояния в мире то сейчас очевидно что и украинская оборона в афдеевке не только сыпется и сыпется влияние запада а это значит что наше дело правое победа будет за нами мы передаем слово новостям и увидимся снова в 17.00 не пропустите ну вы слышали да наше дело правое победа будет за нами вот так закончил новость про алексея навального федеральный канал федеральное телевидение что сказать контраст действительно поразительный очень интересно что у нас происходит и что у нас происходит в мире как мировые медиа как мировые лидеры реагируют на это событие на смерть алексея навального мы попробуем поговорить с кириллом харатьяном наш коллега журналист на нашем канале он делает программу первая полоса где собирает главные события международной прессы главные заголовки и темы которые там обсуждаются еще прошу аппаратную сказать не с нами ли кирилл если нет я вам напомню другие но с нами кирилл харатьян кирилл рад тебя видеть в эфире привет привет юра расскажи реакцию пожалуйста как как запад относится к тому что случилось вообще говоря интересно потому что это прямо шок настоящий потому что вот аналитический аппарат что у средств массовой информации западной сейчас почти не работает то есть большинство крупнейших изданий просто держит ленту событий обновляя ее довольно часто куда попадает реакция там у слуи фон дер ляйен не знаю шольца байдена еще нету в общем короче говоря пока только сухие новости вот так скажем но кое-что все-таки мне удалось выловить значит в трактовке газета карьера длср итальянской ведущей урсула фон дер лейен реагирует на кончину навального таким образом что называет путина царем и дальше из этого делается вывод о том что смерть навального делегитимизирует режим путина уже совершенно окончательно то есть как сказать если до сих пор все-таки на западе вот это вот такой любовь к кредитильности она поддерживала идею о том что путину до какой-то степени все-таки легитимный президент не с ним можно как-то разговаривать как следить им лидером то вот здесь как раз акцент смещается да и царь это не тот царь в кавычках естественно это не тот человек кто легитимен вот такой любопытный значит момент газета лимунт вспоминает в связи с кончиной навального вспоминает убийство бориса немцова и подчеркивает что по всей видимости путин расправляется с оппозиционерами ровно в тот момент когда перестает понимать как реагировать на их ну как бы сказать жизнь просто на их деятельность вот с немцовым была такая ситуация по мнению лимунт и значит видимо с навальным тоже дошло до какого-то предела терпения властей поэтому он был убит они там еще пишут об убийстве сергея кирова в связи с кончиной навального но мне кажется что все таки это не совсем та ситуация значит ли фигаро подчеркивает что это публичная казнь политика точно так же как бориса немцова они тоже об этом вспоминают которая должна конечно как всякая средневековая публичная казнь быть одновременно и зрелищем таким карнавальным слегка да и тоже время должна быть уроком всем кто вздумает допустить подобные же правонарушения значит и билл браутер тоже цитируется фигаро который говорит вспоминает о своем юристе сергея магнитском который был тоже точно также умарен в тюрьме как ну не точно также другим образом и все-таки был убит в тюрьме как алексей навальный это же за разблочение коррупции как говорит браутер ну и наконец наиболее близко к нам содержательно польша газета выборча значит она ставит такой вопрос заголовки реакционной статьи поможет ли смерть навального свергнуть режим путина и предполагает газета выборча что апатия общества может быть преодолена в связи с тем что навальный покинул этот мир навальный был одним из немногих кто верил в то что все еще возможно и может быть теперь заразятся этой его мыслью русские люди вот и еще интересный момент как на который обращает внимание газета выборча что навальный критиковал кремль не с либеральных позиций как это принято у большинства российских оппозиционеров осмотрел просто на деньги на самую суть путинского режима и от этого был особенно ненавистен кремлю вот наконец но и цюрхерцайтинг обращает внимание на то что именно навальный создал оппозиционный рунет в россии за что он первым среди всех политиков крупных оппозиционного вообще толка любого обратил внимание на этот ресурс и его сумел использовать правда как мы знаем потом инициативу в рунете перехватили совершенно другие люди а не анатольевич в общем царство небесное действительно спасибо большое кирилл хратян мой коллега журналист был с нами на связи спасибо за такой обзор полные международной прессы друзья есть еще мне о чем вам рассказать и что с вами обсудить о чем поговорить во-первых приходят фотографии со всей россии как люди несут к разным местам по всей стране цветы есть одиночные пикеты уже вот это вот например фотография из белгорода насколько я понимаю вот ульяновск тоже цветы все это в память навального новосибирске вообще девушка вышла в пикет с плакатом кто следующий было написано у нее на плакате а теперь сейчас прямо свежая новость она пришла две минуты назад сквер в котором выходили в новосибирске к жертвам памятнику жертвам политических репрессий люди с цветами в память об алексею навальным был оцеплен полицией и оттуда всех разогнали никого сейчас туда не пропускают не положено нельзя скорбеть официально по алексею навальному в россии а значит есть еще у меня информация московский комсомолец простите вру не московский комсомолец мск-1 это такой московский новостной портал удалил комментарии члена совета по правам человека меркачевой которая заявила что к смерти навального могла привести регулярная отправка в шизо я давайте сейчас его вам напомню потому что из интернета к составлению и формированию которого в русском его виде приложил руку и сам алексей навальный как только что вспоминал кирилл харатьян ничего удалить нельзя так вот комментарий меркачевой был удален но остался в интернете я считаю что это могло привести однозначно бесконечное хождение в шизо то есть вот он был где раз второй третий и счет на хождение в шизо пошел просто на десятки уже шизо это очень тяжелые условия содержания человек там чаще всего мерзнет чаще всего голодает по сути именно поэтому установлены жесткие требования что нельзя назначать его больше определенного количества суток но не было ограничений по количеству самих помещений в шизо то есть заканчивается один срок человек помещается в отряд тут же его вызывают на новую комиссию говорят что у него новое нарушение и отправляют снова в шизо в этот же день вот это чудовищно заявляла правозащитница в общем спорить с ней сложно и действительно мы все сколько раз видели читали вот я сколько раз сам говорил новости про то что вновь опять снова в очередной раз алексей навален навальный помещен шизо это частая была практика которая конечно не могла не могла сложиться не не могла привести ни к чему хорошему учитывая и так тяжелое состояние алексея навального после страшного отравления новичком в двадцатом году от которого пришлось долго очень восстанавливаться конечно восстановиться до конца но просто невозможно и вот этот организм уже поточенный той попыткой убийства политической и мотивированного явно по-другому это быть не могло не выдержал шизо да наверное мы не знаем точно но эта версия одна из возможных кроме того бывший член совета по правам человека правозащитник игорь каляпин тоже поделился своей точки зрения на то что происходит объясню почему вообще я рассказываю вам мнение и точку зрения людей и совета по правам человека они часто бывают в колониях они те немногие гражданские люди не связанные со всен или конкретные адвокаты конкретных людей кто может быть в колониях и кто может проводить там проверки и выяснять все ли в порядке заключенными соблюдаются ли их права и так далее так вот игорь каляпин правозащитник бывший член совета по правам человека говорит я думаю что это холодный изуверский расчет а он не согласился с версией и вы меркачёвой и вот какой комментарий он дал изданию ртв ай скажу так нет никаких сомнений что навального пытались убить и я в свете этого не склонен считать что вот именно сейчас именно в этой ситуации у него действительно оторвался тромб по мнению каляпина наиболее вероятной может быть причина связана с тем что просто кто-то свои эти замыслы наконец довел до конца как раз сейчас как раз перед выборами для того чтобы снять на фоне предстоящих выборов дискуссии по поводу событий в украине по поводу всего вот этого я думаю что просчитывать общественное настроение там научились я думаю что это холодный такой изуверский расчет ну про тромб мы уже много с вами говорили во первых есть комментарии свидетельства человека который работал во всен она говорит что тромбоэмболия это тромбоэмболия легочной артерии даже это самый распространенный диагноз которым во всен прикрывают вообще все что угодно и здорового накануне человека внезапно умершего и человека умершего от других болезней и в их и всех прикрывают именно тромбоэмболии это самое простое для медиков в син поставить такой диагноз при этом его невозможно доказать до того момента как будет проведено вскрытие вскрытие пока официально проведено не было а это вот видео снятое вчера где алексей навальный суде где он смеется и шутит конечно он выглядит плохо он прошел через множество суток в шизо через голодовку до этого через отравление но тем не менее он бодр весел шутит и смеется и как говорили журналисты сотовижна которые присутствовали на суде что видимо собственно сейчас и показываем алексей навальный сказал что чувствует себя хорошо кроме того друзья я хочу вам еще раз показать тем кто к нам присоединился совсем недавно видео как люди пытаются даже через федеральные каналы хоть как-то рассказать и донести правду про смерть алексея навального и просто сказать про то что это случилось вот лидер яблока николай рыбаков недавно совсем попытался это сделать прямом эфире на нтв и был тут же заткнут давайте послушаем как это было за политику каким-то образом там я не знаю кто там путин договаривается не знаю лавров звонит ночью в таиланд и год не не давайте маргенштерна маргенштерна выступить или звонят президенту эмиратов говорят аннулируйте ему въезд так как его начался но поэтому я не буду на ваш вопрос я не могу не высказать соболезнования в связи со смертью алексея навального и сказать что я надеюсь что это послужит наконец тому что будут освобождены политические заключенные какая здесь связь а тогда давайте но вот так нельзя даже нормально принести свои соболезнования смерти алексея навального и сказать про других политзаключенных но при этом давайте отметим что впервые за долгое время по федеральному каналам начала звучать фамилия алексея навального хотя сам путин до сих пор никак не прокомментировал новости о смерти алексея навального в колонии в поселке харп за полярным краем неподалеку от лабуты нагия хотя он уже больше часа разговаривает со студентами в челябинске как показывают видео и фотографии официального президентского пула чувствует он себя прекрасно шутит смеется очень доволен но за все время встречи больше часа продолжал встречи ликсея владимира путина ни разу не был упомянут алексей навальный не изменяя себе в этом плане владимир путин но зато на федеральных каналах проект новостью хотя бы сказали но не смогли удержаться от интересной добивки в конце давайте тоже это посмотрим вот управление федеральной службы с вами наказания по и мало не нескому автономному округу что вот это сообщение что сегодня в исправительной колонии номер 7 осужденный навальный после прогулки почувствовал себя плохо практически сразу потеряв сознание незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения была вызвана бригада скорой медицинской помощи приведены все необходимые реанимационные мероприятия которых которые положительных результатов не дали врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного причины смерти устанавливаются и вот еще сообщение врачи скорой медицинской помощи по предварительной информации установили что причиной смерти стал оторвавшийся тромб и федеральная служба направляет комиссию в колонию в янау где умер навальный в связи со скоропостижной смертью территориальные органы учреждения в соответствии с установленным порядком направляет комиссию из числа руководителей сотрудников оперативно-режимных медицинских подразделений центрального аппарата син россии во всяком случае будет проведено самое тщательное расследование ну а что касается состояния в мире то сейчас очевидно что и украинская оборона в афдеевке не только сыпется и сыпется влияние запада а это значит что наше дело правое победа будет за нами мы передаем слово новостям и увидимся снова в семнадцать ноль ноль не пропустите ну вот так да видели сыпется влияние запада наше дело правое и мы победим что ж очень показательно мы ждем нашем эфире еще несколько гостей с которыми мы хотим обсудить смерть алексея навального один из них это сергей алексашенко он мало того что сейчас выступает как экономист на множестве площадок в том числе у нас но вообще сергей алексашенко имел непосредственные контакты с российской властью раньше он был заместителем министра финансов российской федерации и первым заместителем председателя правления центрального банка россии надеюсь он поможет нам разобраться в том что это такое что это было и имеет ли к этому отношение прямое приказ владимира путина например был был ли такой приказ мог ли он быть ждем сергей алексашенко ждем еще множество других гостей а пока я предлагаю напомнить тем кто подключился к нам недавно совсем про то и про те прогнозы и про ту точку зрения которые высказал в нашем эфире в самом начале два часа назад аббас галямов давайте посмотрим есть на а у нас еще не готов тот самый файл с аббасом галямовым ничего значит давайте я вам расскажу то что было известно к началу нашего эфира все официальные известные сообщения да вот которые случились в самом начале значит все началось чего федеральная служба исполнения наказаний поймала ненецкому автономному округу сообщила о смерти алексея навального в колонии это было уже два часа вру три часа назад сообщение говорится цитирую осужденный навальный а а после прогулки почувствовал себя плохо практически сразу потерял сознание проведены все необходимые реанимационные мероприятия которые положительных результатов не дали врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного по данным телеграм-канал база навальному стало плохо около часу дня ему вызвали скорую помощь врачи пытались откачать но сейчас 17 он умер пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил что путину уже доложили о смерти оппозиционера его цитаты насколько мы знаем соответствует со всеми действующими правилами в син занимается всеми проверками выяснением и так далее ранее телеграм-канал 112 телеканал рт со ссылкой на источник сообщил что навального оторвался тромб песков сказал что причину смерти должны выяснить медики тем временем пресс-секретарь навального кира ярмыш написал что никаких подтверждений смерти политика у его команды сейчас нет его адвокат выехал в колонию в харп мы вас ждем до сих пор не доехал адвокат навального леонид соловьев отказался комментировать новости его смерти по решению родных по словам соловьева навальный виделся с адвокатом среду и выглядел нормально накануне политик выходил на связь с ковровским судом по видео судя по кадрам алексей выглядел тоже хорошо журналисты писали что он бодро весел это вот то самое видео сотовижн которое сейчас вы пока мы видите на своих экранах которые мы вам показываем давайте немного добавим то что нам стало известно в процессе уже с этого спецэфира вот кто и диспозиция который говорил в самом начале сейчас я вам повторил значит теперь мы знаем что скорая доехала до алексея навального буквально через девять минут после того как был совершен вызов скорой со стороны колонии значит официально заявляется что реанимировали алексея навального полчаса сотрудники скорой помощи города лоботенаги но реанимация была не успешно при этом мы знаем у нас есть вот эта вот информация что в час дня стало плохо в 2 17 была констатирована смерть из этого час 17 всего полчаса им занималась скорая помощь реаниматологи до этого помощь пытались оказать сами врачи и сама из медицинской части колонии ну ничем это хорошим не закончилось говоря что с нами сергей алексашенко экономист сергей здравствуйте добрый день здравствуйте но если вообще день сегодня добрый сложный назвать его сегодня добрым действительно скажите пожалуйста верите или нет первый вопрос который задаю всем сегодня ну скорее да чем нет я не вижу смысла для кремля врать можно конечно придумывать конспирологические теории что алексея навального решили еще сильнее заверовать попасть под программу защиты свидетелей ну или еще какие-то сказки да но мне кажется что факт остается фактом кремль хочет чтобы алексея навального не было и собственно говоря вот это та реальность которой мы сегодня живем сергей как вы думаете почему кремлю не не хватало просто вот заточение алексея навального бесконечно в шизо и вот в этой вот полярной пустоте поселка харп ну смотрите знаете наверно сказать что вообще горят человек человеческая трагедия независимо от того верим мы в это или не верим и я хочу просто передать свои соболезнования семье юлия дашь и захару маме олегу в общем всем всем родным алексея вот смотрите отвечая на ваш вопрос ведь это вот так если посмотреть то это закономерный результат дах которому кремль шоу долгие годы алексей навальный безусловно является являлся единственным реальным политическим оппонентом путина которого путин боялся как политического соперника с которым путин из своих языческих соображений даже боялся называть его по имени и не говоря уже о том чтобы допустить его на выборы и соревноваться с ним в честной политической борьбе его сажали на 15 суток многократно его пытались отравить его посадили с постоянным увеличением срока его держали в шизо посчитали уже 300 дней за время его заключения его из владимира из коврова перевели в лабытнанге ну то есть вот это все давление на алексей она продолжалась продолжалась и нарастала да и опять мне кажется что не имеет смысла рассуждать был ли человеческий фактор вот непосредственно в сегодняшнем событии или это стало результатом вот этого давления на протяжении многих месяцев на алексей на его здоровье на то что он был лишен нормальных условий жизни опять мне кажется что вот цель кремля она была достаточно очевидно сделать так чтобы алексей навальный не мешал заказчик этого преступления заказчик этой смерти заказчика этого убийства известия над владимир путин и не нужно здесь также как он является единственным и главным бенефициаром всего этого дела вот поэтому мне кажется в рассуждении о том так получилось да почему это случилось сегодня почему это не случилось вчера или не через неделю вообще не имеет смысла обсуждать сергей но все таки почему понятно что это могло случиться в любой момент но ведь приказ был отдан это все равно политическая воля и сомневаюсь что он был отдан когда как только навальный оказался в россии потому что тогда бы это случилось в разы раньше почему почему сейчас в этом все равно должно что-то быть может я пытаюсь как-то рационализировать для себя и таким образом хоть как-то смириться с этим событием но все равно зачем-то это было сделано сейчас или нет ну смотрите вы же вот и знаете хотите жить в мире где для каждого события есть понятный триггер понятно конечно понятно но жизнь устроена совсем не так ну вот скажите вот почему вот условно говоря официальная версия отрыв тромба она не имеет право на существование да имеет конечно когда человека держат заключение когда лишают нормальный образ жизни питания здоровья после того как его отправили мы же не знаем чего происходило с его организмом диспансеризации не проходил анализов необходимых не сдавал диагностики никакой не было может такая теория существовать может может ему могли ему на протяжении там есть месяцев недель дней в пищу подсовывать что-то там для того чтобы кровь сгущалась и образовывались тромбы может такой быть может мы это сегодня знаем нет не знаем может быть это какой-то эксцесс исполнителя который там что-то переборщил вчера еще алексею было хорошо он был веселый улыбался а что-то случилось там и опять ну это настолько все мелочно настолько все неинтересно правду о том какие приказы отдавал путин кто был его исполнителем исполнителем его приказов как шло это все дело по цепочке мы все равно сейчас не узнаем мы это узнаем после того как путин уйдет от власти сергей прямо сейчас приходят новости юлия навальная на полях мюнхенской конференции впервые комментирует сообщение про смерть своего мужа алексея выступил с обращением сейчас кратко зачитаю для наших зрителей основные тезисы она пообещала во первых что президент россии путин принесет личную ответственность во вторых она заявила что пока не знает верить или нет тем ужасным новостям которые получают только из гос источников в россии другой информации у них еще нет команды и соратников и родных и близких алексея а как вы считаете в принципе у нас в эфире уже сегодня геннадий гудков тоже говорил про какое-то наказание которое принесет путин и что будет какое-то возмездие верите в него мне честно говоря сложно я вот читаю вашу надпись неверенно футбол на на кофте и вот сложно мне в это верить ну смотря как смотреть понесет ли он уголовные наказания при жизни скорее всего нет но подождите до страшного суда что называется нам всем дожить надо но то что путин понесет наказание в учебниках истории да безусловно и самое самое что называется мягкое место самое приятное место которое мы уготовлено в связи со смертью алексея навального это место понтия пилата который умывает руки делает вид что от него ничего не зависит да вообще говоря мне кажется что вместо путина в истории в том числе и вот в связи со смертью навального ну это где-то там между гитлером и пол потом потому что даже а при всей прощались там страшности кровавости сталинских репрессий сталин все-таки там пытался делать вид законности да и проводил суды на которых приговаривал честно приговаривал своих соратников друзей врагов крастрелла да то есть в общем он как-то вот сталин даже не боялся скрывать своих намерений своих желаний а путин помимо всего это еще и политический трус вот поэтому конечно с точки зрения вот человеческой ответственности уголовной при жизни что завтра прямо состоится какой-то суд в россии ну наверное есть такая вероятность мне кажется что крайне мало а то что историческую ответственность путин несет из-за убийства навального из-за отравления на попытку отравления навального из-за войну в украине из-за войну против грузии ну в общем у путина набор его исторических преступлений настолько велик на что боюсь что и тетрадки не хватит для этого спасибо большое сергей лексашенко экономист был у нас в эфире спасибо что пришли обсудить эту страшную новость спасибо друзья мы готовим для вас видео с обращением юли навальный а пока я хочу показать вам то что говорил нам аббас голямов самом начале этого эфира два часа назад аббас снова здравствуйте первый главный вопрос специально или не специально как вы считаете это это умышленно или это просто довели я думаю что есть все основания говорить об умышленности зачем это нужно сейчас выборы окончательно переведены в режим спецоперации электоральные позиции путина на самом деле ведь гораздо более слабы чем принято считать в реальности его электоральный рейтинг вряд ли превышает превышает третий а то уже число избирателей и по ходу кампании он скорее всего будет снижаться вот вот этот прокол с надеждином когда его допустили до сбора подписи недооценив ту степень то есть силу тех антивоенных настроений которые знаете которые которые владеют людьми и получили вот эту волну в виде значит толк людей которые создают подписи за надеждина вот а это же потенциальные не просто избиратели активные участники каких-то знаете из перформансов помню против путина там проголосу и против фотографируется бюллетень выложила в социальные сети и так далее так далее так далее ну и все это в общем то вот эта поднявшаяся волна она реально грозит полностью похоронить путинскую легитимность легитимность этих выборов и в этой ситуации путин я думаю он просто очень разочарован своим внутриполитическим блоком который но с его точки зрения виноват на самом-то деле виноват сам путин конечно но с его точки зрения он виноват и и поэтому он просто передал окончательный карт бланш ястребом группировки ястребов всем вот этим патрушевым теченым громову вот а эти люди исходят из принципа нет человека нет проблемы то есть на легитимности решено махнуть махнуть рукой окончательно вот и и решено что ладно любить не будут но пусть хотя бы боятся вот вот их логика аббасно вот смотрите мне просто казалось что значит алексей навальный сидит себе в этой несчастной ужасной колонии за полярным кругом в маленьком поселке харп рядом с ним только полярная сова страшное место куда тоже отправляют на пожизненное уже заключение все время находится в шизо выходит оттуда только по видеосвязи на суд как будто про него можно было бы и забыть владимира путина на какое-то время если все-таки мы рассматриваем версию не убили в смысле не умер а убили и вот что так он просто испугался того что даже в таком состоянии алексей навальный может вот это вот вот этого колоса на глиняных ногах свалить даже в таком состоянии оттуда из из-за полярного круга слова алексей навального могут привести к каким-то изменениям обществе ну конечно смотрите как это было вот буквально несколько человек значит чтобы навального кац ходорковский кинули клич поддержать надеждина и вдруг сотни тысяч людей материализовались понимаете это же не просто так получилось да теперь знаменосец надеждин но власти в очередной раз убедились что лидеры вот этой несистемной оппозиции а главным там как раз является навальный несмотря на все тоже о чем вы сказали а все равно он такси знаменосец вот они 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 так легко значит мобилизовали огромное количество людей ситуации когда позиции кремля электоральные позиции кремля все слабеют и слабеют недовольство ширится вот протесты на стране усиливаются войне там не видно ни конца ни края да народ этим недоволен экономическая ситуация ухудшается несмотря на все радужные репортажи так сказать популярность пропаганды падает посмотрите на медиаскоп даже вот это интервью путинская провалилась вот даже в стакане да 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 ну то есть в него в раскрутку были вложены такие колоссальные усилия вы же видели как там пропаганда значит продвигала эту штуку пока они не то что в москве ладно бога с ней так и даже в среднем по россии они едва там двадцатку вошли на девятнадцатом месте если ваши среди передач недели то есть путин проиграл с клифосовскому такси как сериал с клифосовки выиграл да и так далее и вот в этой ситуации но они вот я говорю они занервничали и просто вот путин принял окончательно решения то есть если раньше он балансировал между группировкой технократов а которые предлагали так и давайте не будем до конца завинчивать гайте давайте действовать так цель более тонко вот значит там контролировать повестку и так далее но такие техно were техно политтехнологические способы да и есть группировка явств которые вот исходят из того что нет человек и нет проблемы вот и путин на если наши он балансировал между между ними группировками тут он окончательно Вот принял решение, что все, значит, с этими все равно каши не сваришь, толку не будет, тогда пойду с этими, да, вот буду. И дал им полный карбанч. Я думаю, это как-то так было. Абаз, что изменится внутри российской политики, внутри России после смерти Алексея Навального? Ну, я думаю, первый эффект, вот, с выборами он будет двояким. С одной стороны, конечно же, желание голосовать за Путина еще сильнее убавится, то есть и до этого его было немного, а тут оно убавится очень сильно, потому что такие вещи, конечно же, ну, не приветствуют не только сторонники Навального, это понятно, да, но и массовый обыватель, в общем-то. И за исключением, вот, там, хардкорных, так сказать, Z-патриотов, каких-то, ну, процентов, ну, 8-10, не больше. Всем остальным это не понравится, поэтому желание голосовать за Путина, с одной стороны, поубавится, но с другой стороны, конечно, станет еще более страшно. Я говорю, они сделали ставку на страх, да. С одной стороны, в общем, желание голосовать за Путина поубавится очень сильно, а с другой стороны, конечно, активно действовать, протестовать, участвовать в каких-то акциях, перформансах тоже станет страшно. Ну, то есть, в очередной раз люди убедились в том, что власть абсолютно безжалостна и для нее человеческая жизнь это копейка. И поэтому, значит, в этом смысле произойдет такая стабилизация. И с этой точки зрения, конечно, если вы сейчас услышите от кого-то, что Путину, дескать, это смерть невыгодна, ну, можете плюнуть этому человеку в лицо, потому что вот в рамках той парадигмы, которую выбрала власть, пусть не любят, зато пусть боятся, это, конечно, Кремлю абсолютно выгодно. Ну, и туда же комментарии Марии Захаровой, да, которая пришла буквально 10 минут назад, даже меньше 8. Значит, судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада о том, что смерти политика виноваты власти России, уже готовы. И это моментальная саморазоблачительная реакция. Это комментарий Марии Захаровой. Это, мне кажется, идет туда же, куда есть сообщение о том, что Путину это может быть каким-то образом невыгодно. Аббас, скажите, если, понятно, что сейчас мы будем пытаться куда-то с вами нырнуть в тайны Кремля непонятные, и мы можем только догадываться, это могло быть инициативой условного Патрушева без прямого приказа Путина? Или все-таки это все равно так или иначе завязано на президенте, и без него такое решение никто принять не мог? Знаете, я бы сказал так. Я полностью исключить того, что Путин сам самоустранился, ну так, знаете, капризно, там, решайте сами, так сказать, что вы ко мне лезете-то, да? Вот я этого не исключаю. Но я утверждать этого тоже не буду, потому что меньше всего мне хочется выступать в роли адвоката-дьявола. Сейчас и без того найдется масса доброходов, которые будут рассказывать, что Путин это невыгодно, что это исполнители, а сам Путин тут ни при чем. Мне в этой роли выступать совершенно не хочется. Хотя, повторюсь, на самом деле, вот если просто... Я думаю, что очень много звонков сейчас раздается в телефоне Аббаса Галямова. Он снова с нами. Да, простите, пожалуйста. Понимаю, день такой, что вас разрывают на куски, да. И, значит, вот эти люди будут сейчас вот это все говорить, и мне не хочется в этой роли выступать. Но, вот повторюсь, если все-таки вот отбросить все эти эмоции и сконцентрироваться на разных вариантах, которые кажутся нереалистичными, повторюсь, я не исключаю, что Путин сам самоустранился. То есть это в любом случае самоустранение, это его собственное решение самоустраниться. Это не то, что... Продолжая звонить Алексею Навальному, приходят новости, тем временем появилась... Аббасу Галямову, конечно, извините. Приходят новости, тем временем появилась реакция на смерть Алексея Навального от Владимира Зеленского. Он говорит, что очевидно, Навального убил Путин. Это первая реакция Владимира Зеленского. Мы продолжаем говорить с Аббасом Галямовым. И, соответственно, вот тут... Это точно исключен вариант, что, значит, Патрушев там играет уже в самостоятельные игры, настолько самостоятельные. Что делает вообще все, что считает нужным. Нет, конечно же, Путин слабеет, и все другие группировки элит усиливаются, каждое на своем направлении. Но не настолько Путин слаб, чтобы можно было, значит, говорить о том, чтобы... Его уже совсем игнорируют и, значит, делают, что хотят. Спасибо большое. Аббас Галямов, политолог, был с нами на связи. Спасибо за оперативное включение в эфир. Здравствуйте. Это Дмитрий Ивановский. Для вас сегодня работает в студии канала «Ходорковский лайф». У нас сегодня спецэфир. Сегодня стало известно о том, что убили в тюрьме на зоне Алексея Навального. Это событие, которое, пожалуй, является одним из важнейших за всю новейшую историю России, ну, может быть, кроме войны в Украине. Это событие, которое изменит мир, нас, нашу страну. Мы прямо сейчас хотели бы вам показать фрагмент выступления Юлии Навальной. Она выступила с речью в Мюнхене. Давайте посмотрим. Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я тоже думала. Да, я думала, что пошли сюда или сразу улететь. И я уверена, что он был на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и Путинскому правительству. Они всегда лгут. Мы не можем верить Путину и его правительство. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путинские друзья, все его правительство, знали, что они будут судить. Я хочу, чтобы они сделали с нашей страной и с моей семьей и с моим мужем ответственностью. И этот день наступит. И с моим мужем. И я хочу призвать все мировое сообщество. This day will come soon. And I would like to call upon all the international community, all the people in the world. We should come together and we should fight against this evil. We should fight this horrific regime in Russia today. This regime and Vladimir Putin should be personally held responsible for all the atrocities they have been in our country in the last year. Отец Навального Анатолий Навальный в интервью изданию «Регнум» подтвердил гибель политика, сказал это факт уже чего-то. На самом деле я бы хотел выразить слова соболезнований и поддержки всем родственникам, всем друзьям, всем соратникам и коллегам Алексеям. Наверное, это единственные нужные слова, которые обязательно должны сегодня прозвучать. Ну и мы продолжаем обсуждать эту тяжелую трудную новость. Я приветствую в нашем эфире Матвей Игнопольского, журналист, он находится, он представляет. Я бы хотел с ним поговорить о том, как Украина, собственно говоря, восприняла сегодняшнее известие. Матвей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, во-первых, чего уж тут говорить. Украина немножко другим занята. вот за последнее время тут была воздушная тревога, куда-то летели ракеты. Я был в разных эфирах, поэтому я не могу точно сказать, куда, потому что один эфир за другим. Вы понимаете, что для Украины это не как бы главная новость, да? У нас там окружение под Авдеевкой, очень тяжелая ситуация. То есть у нас каждый день гибнут десятки, сотни, иногда несколько сотен Навальных в том смысле, что Навальный хотел лучшего для России. А вот эти ребята, которые гибнут в Украине, вот прямо сейчас, да? Не буду входить в подробности. Они хотят освободиться от российского Ерма, чтобы агрессор поплатился. Вот как Юлия Навальная говорила только что, чтобы они, хотя бы они уже не Путин, чего там, понесли наказание. Поэтому скажу так, что смерть Навального в Украине сейчас, ну знаете, как вот принято говорить, эта новость не первая, но и не вторая. Понятно, да, это первое. Второе. Многие в Украине, вот те, с кем я разговаривал, люди политологического склада ума, которые понимают, что они говорят, что не следует забывать, простите, я еще раз напоминаю, что я нахожусь в Украине, да, я не в Москве, я не в Берлине где-то, я нахожусь в Украине. Вот у меня тут дверь, коридор, значит, там кресло стоит, столик, когда объявляют воздушную тревогу в 5 часов утра, я бегу туда, там сажусь и смотрю интернет. Сижу там, например, до 8, за окном у меня бах-бах-бах-бах, потом Кличко объявляет, что погибло столько-то человек, просто чтобы было понятно, да, что я не член ФБК и так далее, я чуть-чуть из другой оперы. Поэтому, если мы заговорили именно об украинской реакции, то некоторые люди вспоминают фразу Навального про Крым, который не бутерброд, но их мало, этих людей. В основном позиция такая. Телега поставлена впереди лошади. Вот если бы не было войны, то Навальный бы не умер в тюрьме. И это правда, потому что что такое, если бы не было войны? это значит, что в России правовое государство, что в России вменяемая власть, Россия не начинает безумную войну, где кладет уже почти миллион своих сограждан, своих, своих российских. Чего там Навальный? Как правильно сказал, мне очень это понравилось в эфире Дождя Пархоменко, он сказал для Путина Навальный это очередная костяшка на его счетах. И чего там Путину думать о Навальном, если он каждый день кладет на войне с Украиной около тысячи человек. Поэтому украинцы рассматривают это со своей колокольни, горящей колокольни. Да? И вот вы понимаете, что главная новость у нас сейчас Авдеевка, гибнущая там в окружении украинские солдаты, и поэтому мысль о значении Навального для Украины приходит не сразу на ум, но тем не менее можно сказать. Безусловно, мы потеряли мы и Украина, смею заметить, и я лично, как человек, который на Эхе много раз встречал Навального на наших праздниках, совершенно выдающегося человека, настоящего героя России в том чистом понимании человека, который хочет эту страну, ступившую на кровавый путь, выбравший убийство своей официальной политикой, который хотел это поменять. Он умер совсем молодым, у него все было впереди, и, конечно, независимо от того, умер, по каким причинам он умер, убил его Путин, который, казалось бы, должен был его холить или леять. Вы помните, что Байден пригрозил в 21-м году, что если что-то случится Навальным, ответ будет ужасный. Вот я хотел бы посмотреть на ужасный ответ Байдена Путин. Справедливости ради, замечу, что сейчас они там все совещаются. Ну, понятно, его убили, неважно как. Любой человек не может выдержать бесконечные ШИЗО, бесконечные издевательства, бесконечные суды. Понимаете, это человек примера. Он с сегодняшнего дня станет легендой. его надо было беречь, потому что, как легенда, простите за цинизм, Алексей Навальный гораздо страшнее для Путина, чем живой. Понимаете, потому что его именем будут называть потом не только улицы, проспекты, ставить ему памятники, его имя как убитого героя, как человека, на которого общество экстраполировало свои надежды, это очень сильный рычаг для нелюбви к Владимиру Владимировичу. Я, конечно, не говорю, что завтра опять с вилами кто-то куда-то пойдет, побежит. Дело тут гораздо серьезнее, но во всем бывает, ну, знаете, как наше слово отзовется, никто не знает, как наше слово отзовется, а тем более действие. Что за этим последует, разное. Очень многие мне написали о том, что это как убийство Кирова. Мне это в голову не приходило, но тем не менее аналогии есть. Вы видите, что сейчас Путин все отбросил, никаких церемониальных движений, поклонов, округлых фраз, а интервью с Такером Карлсоном поставило точку в этом. Он хочет новой Ялты и требует, чтобы ему никто не мешал. И он положит любое количество россиян, не говоря уже о жителях других стран, для того, чтобы Америка все-таки приняла решение и разделила с ним мир на новые сферы влияния. Мы знаем, что ему нужно, какие страны нужны. Так вот, если бы не было этой войны, если бы российское общество не допустило этой войны, я его не обвиняю, я просто констатирую, допустило, были бы живы украинцы, были бы живы россияне, и Навальный не был бы в тюрьме, он не был бы убит. Поэтому я, конечно, виню Путина, но ровно так же я виню и российское общество, которое позволило начаться этой войне и позволило Путину убить Навального. И вот эти вот сейчас плачи, стинания, они рождают только один вопрос. А что будет с Яшиным? Что будет с Карамурзой? вот как с ними будет? Это следующая жертва или к ним у фараона будет другое отношение? Второй вопрос, как будет оппозиция сейчас существовать без Навального? Ведь он был знаменем, понимаете? На него экстраполировались все надежды. Вот он выйдет из тюрьмы и тогда, а что и тогда? выйдет человек с подорванным здоровьем, измученный бесконечными СИЗО. Где план Б? Что оппозиция она, конечно, вслух не скажет, но, безусловно, у нее был, давайте так, прямо говорить. Они же понимали, что его там могут, там, не знаю, взять, заточить какую-то расческу и втыкнуть ему в бок. У них есть план Б? Алексей Навальный умер как герой. Это выдающийся человек, которого будут помнить очень долго, поверьте мне, очень долго. Он станет мифом, он станет легендой, это будет такой символ несгибаемости, мужества памятник памятник Давиду, который обрушил Голиаф. Он своей смертью обрушивает Путин. Но сейчас, когда печаль отойдет, нужно думать, что делать дальше. не мне здесь в Украине, российским гражданам раз, и российской оппозиции два. И поэтому будущее сейчас зависит не от того, сколько цветов принесут к памятнику, не знаю, квартире, куда принесут в память Навального. Будет очень много цветов, игрушек каких-то и так далее. А что будет завтра? Вот это самый главный вопрос. А Навальному, как принято говорить, вечная память. Этот человек пример для всех нас. Матвей Геннопольский действительно вечная память. Спасибо. Спасибо за ваши слова. Матвей Геннопольский сам затронул в своей речи реакцию Соединенных Штатов Америки, которая должна каким-то образом последовать. И действительно, вот в 21-м году президент Джо Байден говорил следующее. Смерть Навального в тюрьме ухудшило бы отношение России с ним и с остальным миром. Напомню, 21-й год. И цитата. Смерть Навального стало бы еще одним свидетельством того, что у России очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека. Это было бы трагедии, это бы не принесло ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром и со мной. Конец цитаты. Вот сейчас в Вашингтоне начинается утро, и мы уже имеем некоторую небольшую, пускай скупую реакцию из собственно говоря, государственного департамента. Чиновники говорят о том, что виноваты, они воскладывают ответственность на Россию. Вице-президент Камила Харрис и госсекретарь Энтони Блинкин об этом говорят. И Блинкин, кроме того, говорит, что Штаты после смерти Навального наверно провести консультации со многими заинтересованными странами. Так какой же ждать реакции из Вашингтона и будет ли новый от Навального? Поговорим об этом с Александром Филипенко, американистом. Саша, здравствуй. Дмитрий, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, твои ожидания. Какой вообще есть сейчас инструментарий у Белого дома, чтобы привлечь к ответственности, чтобы как-то жестко отреагировать на убийство Навального в тюрьме? Вот именно что сейчас кажется, что уже практически нет никаких рычагов влияния, никаких рычагов воздействия. Кажется, что абсолютно все санкции уже были использованы в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, но сейчас как раз Сенатский комитет по международным отношениям будет, а сегодняшнее свое заседание экстренное проведет именно в связи со смертью Алексея Навального и руководитель этого Сената уже, сенатор американский уже прокомментировал эту ситуацию, сказав о том, что этот ужасающая трагедия, это тоже ухудшит еще и так плохие отношения России со всем миром. Камала Харрис действительно заявила о том, что какую бы историю Россия не рассказывала, Россия несет ответственность за то, что произошло, но нужно сказать, что сейчас и американские политики, и американские журналисты все абсолютно ссылаются в первую очередь на команду Алексея Навального и ждут подтверждения, ждут официального подтверждения от них и говорят о том, что если это подтвердится, то тогда эта ужасная трагедия и Россия понесет ответственность. Вот Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, как раз заявил о том, что если это подтвердится, то будут приняты какие-то меры Белым домом, Белый дом будет обязательно рассматривать какую-то жесткую реакцию, но учитывая долгую и грязную историю того, как российское правительство наносило вред своим оппонентам, сказал Джейк Салливан, это поднимает реальные очевидные вопросы о том, что произошло и можно ли с этой властью общаться. То есть, в принципе, наверное, единственная сейчас реакция американская, которая может последовать, это в том числе непризнание выборов российских. Наверное, это единственное, что можно будет увидеть, как реакцию Белого дома. Собственно, мне кажется, что вот это заявление, этот комментарий Джейка Салливана говорит как раз об этом, что можно ли дело иметь с этой властью, можно ли иметь дело с этими российскими политиками, задается он вопросом. Соответственно, видимо, единственное, что сейчас осталось, это, ну, какая-то неожиданная, может быть, реакция на президентские выборы, которые пройдут в России, потому что кажется, что все остальные рычаги воздействия уже были применены как раз в период войны. Саша, два слова, нефтяное эмбарго. Это одна из тем, которая будет обсуждаться сто процентов как раз в Сенатском комитете. Вот это, скорее всего, будет сегодня обсуждаться, это тема, которая, тут больше с экономистами вопроса, насколько это возможно, насколько это может действительно произойти, но Белый дом, не знаю, пойдет ли на такое решение, если это будет продвигаться в Сенате, если это будет продвигаться в Конгрессе, эта идея по рекомендации как раз Комитета по международным отношениям, то тогда, мне кажется, это вполне возможно. Но вот на данный момент, поскольку не было еще реакции Джо Байдена, и вот тут есть, у меня пока еще есть некоторые сомнения, но это кажется, наверное, такой шаг возможный в случае, опять же, только в случае, если это будет продвигаться не Белым домом, а именно Конгрессом. Я бы хотел еще предложить тебе посмотреть на эту трагедию с морально-этических точек зрения. Есть же еще те люди, которые симпатизируют Путину. Ну, давай возьмем не только Америку, возьмем шире западный мир, это и Орбан, и новый словацкий лидер, да, Фице, насколько я помню его фамилия. В Штатах тоже есть люди, которые в целом разделяют во многом путинские взгляды. Многие крайне правые движения в Европе. Вот как ты полагаешь, не может ли у них сейчас измениться оценка деятельности Путина и вообще всего режима после того, как они увидели это? Вот это такое совершенно ветхозаветное зло, которое, наверное, как-то мало чем можно объяснить, трактовать, проложить какой-то там еще идеологической основой. Это ведь какие-то совершенно базовые вещи, на которых там строится нравственность, этика, религии, государство, демократия, либерализм, все что угодно. Вот могу сложнее мне говорить про Европу. Что касается США, Алексей Навальный был очень хорошо известен в США, его семья очень хорошо известна в США, и если сейчас открыть практически любой англоязычный ресурс, американский, то там имя Алексея Навального будет самой первой строчкой. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост и вовсе выделили вообще тему Алексея Навального в топ-темы всего издания. Там, как мы понимаем, там война в Украине, Израиль, американские выборы, и сейчас появилось имя Алексея Навального. Алексея Навального очень хорошо знают, и знают, ну, понятное дело, как политика, как оппонента Владимира Путина, но знают еще и благодаря, в том числе, оскароносному фильму, конечно же, это произвело большой эффект на американцев в целом. И нужно сказать, что Алексей Навальный всегда воспринимался исключительно как лидер российской оппозиции. Вот он был тем самым лицом российской оппозиции, которая, как казалось, вокруг которого все и объединяются. И когда мне приходилось, прошу прощения, что я про себя, иногда выступать перед американской аудиторией, они не понимали, что значит раскол внутри российской оппозиции, что значит какие-то противоречия. Вот есть один лидер, конечно, это Алексей Навальный. Алексей Навального знают очень хорошо, его семью знают очень хорошо. И, конечно, несмотря на то, что во время некоторых ралли Дональда Трампа перед войной в Украине продавались такие футболки с надписью «I'd rather be with Russians than with Democrats», то есть я скорее буду с русскими, чем с демократами, сигнализируя о том, что, собственно, электорат Дональда Трампа поддерживает Россию, поддерживает Владимира Путина, возможно, его какие-то взгляды и так далее. Тем не менее, все равно американское отношение к Алексею Навальному в том числе строилось и благодаря отношению к его семье. Его жена Юля очень часто становилась героиней разных изданий, ее очень любит американская публика. Отношение к Алексею Навальному как к личности, как к герою, как к оппоненту нету зла, вот, конечно, это отношение вполне возможно будет перевешивать уже отношение на данный момент в том числе и к Владимиру Путину. Личность Алексея Навального безусловно очень важна для американской публики. Ну и, соответственно, и отношение к Алексею Навальному как компоненту Владимира Путина, вот это тоже важно для американской публики и для американских избирателей, нужно сказать. Поэтому некоторая реакция Белого дома, я уверена, еще и дальше последует. Да, ну и мне кажется, Навальный, что странно уже это говорит, был, да, Навальный был, конечно, не укладывается в голове такая конструкция. Тем не менее, Навальный был совершенно американским типом лидера, как мне кажется, да, политехнологически, визуально, вот с точки зрения какой-то его образа, концепции, те, собственно говоря, ралли, которые он сам проводил, да, со своими сторонниками, они же все были сделаны, ну, так, скажем так, очень, просто очень внимательное изучение подобных церемоний и мероприятий и образов и имиджев именно в Америке, насколько мне кажется. Абсолютно, я совершенно соглашусь, и он был поэтом, он был очень понятный для американской аудитории лидер, очень понятный политик, как он говорил, как он выступал, участие в дебатах и вообще, собственно, как он себя вел, это было абсолютно в американской, такой классической... традиции, скажем так. Соответственно, именно поэтому Алексей Навальный, конечно, для американцев совершенно понятный, очень понятный политик. Я прошу прощения, снова говорю про это интервью Такеру Карлсона, но интервью Владимира Путина Такеру Карлсона не имело такого эффекта на американскую аудиторию, как, может быть, на это рассчитывали, или, по крайней мере, как об этом говорили российские, потому что американцам невозможно было продраться буквально через те толщи объяснений, которые там присутствуют. А вот выступления Алексея Навального были совершенно понятны. Алексей Навальный абсолютно американский, скажем так, ну, если мы берем политическую культуру, абсолютно в рамках американской политической культуры такой лидер, который понятен американской аудитории абсолютно. И поэтому, конечно, плюс еще его отношения с семьей, как мы уже сказали, отношения с женой. Это было очень важно все для американской публики и остается очень важно для американской публики. Безусловно, его история в целом это голливудская совершенно история, история его возвращения, абсолютно голливудская. И то, что он решил вернуться, ведь практически все американские журналисты перед его отъездом, все крупнейшие журналисты брали у него интервью и задавали один и тот же вопрос. Зачем вы возвращаетесь? Вы же не будете там в безопасности. И действительно, Алексей Навальный отвечал, что да, это слишком большая привилегия чувствовать себя в России в безопасности. Он отдавал себе полностью отчет. И вот это, так скажем, ну, понятное дело, может быть, но голливудоцентричное мышление американской, в том числе аудитории американских избирателей и вообще американцев, оно, конечно же, вот для них Алексей Навальный тем более очень понятная фигура. Ну, собственно говоря, тут сравнение сразу просится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Конечно же, то, как Владимир Зеленский поделил себя в наиболее войну, вот это и стало главным решающим фактором, почему американцы поддержали Украину. Ну и Алексей Навальный, героическое его возвращение, это тоже очень важный фактор, почему американцы знают вообще о наличии российской оппозиции. Александр Филипенко, американист, была с нами на связи. Саша, спасибо большое за разговор. Я бы хотел немного рассказать про международную реакцию на смерть Ксения Навального, коль скоро мы затронули Соединенные Штаты Америки. Новость о его смерти мгновенно оказалась на обложках главных мировых СМИ. Навальный, борец с коррупцией, который бросил вызов Путину, умер в 47 лет, гвозят заголовки. Вслед за СМИ стали высказываться и мировые лидеры. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Навальный заплатил смертью за мужество вернуться в Россию. Генсек НАТО Йенс Стоутенберг сказал, что Россия должна ответить на серьезные вопросы. Вице-президент Америки Харрис и госсекретарь Блинкин отреагировали на смерть Навального, возложив ответственность на Россию. Блинкин сказал, что будет проводить консультации с многими заинтересованными странами. Тем временем, польский премьер Туск сказал, что народ его страны не забудет Алексея Навального. А после выяснения обстоятельств будет рассмотрен вопрос о необходимости новых санкций против России. Президент Литвы Гитанос Новоседа призвал к последствиям для России за смерть Навального. В Твиттере он написал, цитирую, Алексей не умер в тюрьме, а был убит с жестокостью Кремля с целью заставить оппозицию молчать. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Навального. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич написал в Твиттере, что бы вы не думали об Алексею Навальному, как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт, это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, цитирую, «То ужасная новость, будучи самым яростным защитником российской демократии, Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество в моей мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия». А вот что сказал президент Украины Владимир Зеленский, цитирую, «Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное». Высказался и президент Грузии Саламез Рубешвили. Она сказала, что смерть Навального это трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию. Поцитирую и министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина. Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская также прокомментировала новость. Она сказала, что это смерть очередное доказательство того, что для диктаторов человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Режим Путина, как и режим Лукашенко в стремлении сохранить власть избавляется от оппонентов любыми способами. Пришла также реакция и от президента Франции Эммануэля Макрона. Он сказал, что сегодняшней России свободных духом отправляют в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Я чувствую гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его самоотверженности, его мужеству, мои мысли с его семьей, с любимыми и с российским народом. Ну и коль скоро мы говорим про реакцию Запада, продолжает появляться реакция и от российских официальных лиц. Например, спикер Госдумы Володин обвинил смерти Навального на Ямале Запад. Все они фамилии и хорошо известны. От генсека НАТО и руководства США Дошольца, Сунака и Зеленского виновники смерти Навального. Именно им, принимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся в свои должности, выгодна его смерть. Ну вот даже и не посчитал нужным глава спикер Госдумы как-то объяснять свою точку зрения, что, конечно, удивительно. Тем временем, во многих городах России начинаются акции протеста, акции памяти Алексея Навального в Барнауле, в Краснодаре, в Казани, в Пензе, в Томске. Люди выходят, возлагают цветы к разным местам, к монументам. Но есть, например, у нас и фотоматериалы, и видеоматериалы. Да, вот, пожалуйста, это мы видим сейчас видео, фотографии из Ульяновска. Это Новосибирск перед перед вашими глазами. Ну, и кроме того, есть и фотография из Мурманска. Там задержали женщину, я надеюсь, можем увидеть этот слайд. Да, вот Мурманска задержали женщину, которая вышла на площадь пяти углов с плакатом «Его кровь на ваших руках». Мы собрали для вас видеоматериал про то, как Путин всячески пытается избегать упоминание о фамилии Навальный. Он, мы помним, делал это систематически. Пока что он никак не прокомментировал новость о смерти Навального. Песков высказал с какой-то отмазкой. Но Путин, помните, он все время говорил, там, берлинский пациент, значит, этот человек, этот блогер. В общем, всячески пытаясь не произносить его фамилию и таким образом не легитимизируя этого политика и этого оппозиционера в глазах своей аудитории. Давайте посмотрим, как Путин пытался избежать фамилии Навальный. Теперь, что касается пациента в берлинской клинике. По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение. Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких пар... извините, Саакашвили? Тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других их не называют. Его могут называть как угодно. Он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осужден российским судом и находится в местах лишения свободы. По поводу сидельцев. Сидельцев всегда были в каждой стране, и есть, и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью. Я рад приветствовать в нашем эфире Бориса Бондарева, дипломата в отставке. Борис, здравствуйте. Добрый день. Борис, как вы полагаете, какой может быть реакция Запада, Америки, вообще всего цивилизованного мира на убийство Алексея Навального в тюрьме? Я думаю, мы уже слышим ожидаемое заявление соболезнования, громкие слова, что мы не допустим, мы в самых серьезных выражениях осуждаем, призываем больше так не делать и так далее и тому подобное. Может быть, какие-нибудь санкции будут введены, опять же, сугубо косметические. Может быть, будет какой-нибудь акт Навального принят, что-нибудь такое, поставят памятник. Но что-то я очень сильно сомневаюсь, что дойдет дело до каких-то конкретных мер. Потому что, извините, если за два года войны лидеры Запада не сподобились подготовить серьезный ответ на поползновение Путина, перекроить мировой порядок, то почему надо ожидать, что именно смерть Алексея Навального, причем в уважении, она как-то поменяет что-то в их установках. Я сомневаюсь. Ну, тогда это получается очередной гвоздь в крышку гроба современных западных политиков, которые показывают, что они не способны на принятие жестких серьезных решений. Да, в какой-то степени да, и мы видим, что в общем-то эти два года они были для многих из нас, я думаю, такими отрезвляющими, в том числе для меня, например. Если раньше в начале войны я думал, рассчитывал, что Запад будет более последователен, то сейчас я уже вообще, честно говоря, полагаю, что лидеры Запада сильно вообще сожалеют о том, что они импульсивно влезли в войну России с Украиной, а сейчас бы сидели где-нибудь с краю и вообще прекрасно бы себя чувствовали, как они думали. Поэтому ну а что вот, что они могут сделать? вот они говорят, вот Алексей Навальный убит в тюрьме. Что они? Они введут войска в Украину, потребуют от Путина уйти в отставку, ну что, ну вы сами понимаете, это звучит достаточно несерьезно. Нет, нет. Запада нет какой-то решимости, что делать. Борис, самая чувствительная часть российской экономики это все, что связано с энергоносителями. Мы знаем, что, наверное, самой эффективной санкцией было введение нефтяного потолка. Может быть, надо как-то дальше развивать вот это направление? Может быть, по примеру Ирана включить полный эмбарго на российскую нефть? Может быть, наложить санкции на какие-то третьи страны, которые продолжают торговать с Россией неэнергоносителями? Согласен, да, но это же надо делать безотносительно того, что происходит в России, да, просто потому, что нужно все это делать с Путиным, его режимом и уменьшать его возможности это дело все финансировано. Но речь о том, что если Запад ведет полный эмбарго на нефть и газ, то цены, скорее всего, на это сырье резко подрастут. И налогоплательщики запретят, что почему мы, собственно, должны платить больше ради того, что там в России что-то происходит. Конечно, все это имеют в виду и поэтому избегают каких-то резких, но зачастую необходимых шагов. Ну вот и мы видим то, что мы видим. Возможно, сейчас этот ночной потолок будет понижаться, какие-то санкции потихонечку будут ужесточаться. Но все это происходит достаточно медленно, достаточно, прямо скажем так, не всеобъемлюще. Остается множество лазеек, множество стран по-прежнему помогают России в той или иной степени. обходить эти санкции. Тем самым они снижают эффект от этих санкций, что позволяет пусть мы дальше финансировать войну, играть в солдатиков и пользоваться полной безнаказанностью. Как вы полагаете, какая может быть реакция на эту новость, на сегодняшнюю новость среди, ну вот, например, эстеблишмента венгерского или словацкого, который, я напомню нашим зрителям, они наверняка и так знают, что это страны, которые как будто сочувствуют. Я не думаю, что эстеблишмент сильно беспокоится о том, что происходит в России и следит за судьбой российских политзаключенных. Даже известно. Поэтому, ну, что они, не знаю. Ну, можно о них соболезнован не выразить, все-таки, как бы, человек умер, надо что-то сказать. Ну, и все, не нашли пули. Это не как продолжали закупать российскую нефть, так это должен, по всей видимости. Как Орбан пытается блокировать санкционные пакеты Евросоюза, так и будет продолжать, пока его не перекупят окончательно. То есть, ну, да, ну, как будто смерть Навального в колонии дала окончательно понять всем вокруг, что это человек, который лично отдает приказы об убийствах своих оппонентов, которые уже находятся в, собственно говоря, на зоне, в тюрьме, которые уже обескровлены, которые уже обездвижены, которые сидят на краю земли, с которыми фактически нету связи. То есть, ну, как бы это уже уровень каких-то африканских диктаторов прошлого века. И что? Вот у нас есть северокорейский диктатор, и к нему тоже нет никаких претензий, потому что у него есть ядерное оружие. И никто не хочет получить несколько боеголовок к себе во двор. Поэтому Путин может вести себя как хочет, как африканский диктатор, как какой-нибудь ацетекский вождь приносить в жертву людей на вершине Спасской башни, чтобы солнце всходило в каждое. Понимаете? Ему все это спустят, потому что, если что, он скажет, что у меня есть ядерное оружие, а кто будет рыпаться, тому я сейчас выстрелю пару ракет. И все. И весь западный запал сразу скупоживается. И все их либеральные ценности, и все остальное оказываются не такими важными. Или, как по крайней мере, резко географически ограничены. Ну, в общем, нам пора уже действительно на вещи более здраво, чем мы тут все переживаем по этому поводу. Но на самом деле страх... Борис, у вас есть вообще надежда какая-то на то, что может что-то измениться? Конечно. Я считаю, что режим Путина не казался сильным, он достаточно хрупкий на самом деле, и он рано или поздно развалится под гнетом собственной неэффективности и глупости и ошибок, которые там накапливаются. Другое дело, что это будет очень неприятный процесс. И когда это произойдет, трудно сказать, но я не думаю, что это займет десятилетия. И если бы со стороны западных стран была более последовательная и взвешенная стратегия, то я думаю, это можно было бы серьезно ускорить. Поэтому я не думаю, что Россия всегда окажется вот в этой... Точно, Советский Союз сказал, насколько он был мощнее, сильнее, основательнее, более того, он был гораздо сильнее идеологически. И то он развалился, потому что всем надоело, все устали, всем оказалось еще плевать, будет он или не будет. Такие настроения на самом деле в России сейчас тоже повсеместные. Ведь подавляющее большинство обществу все равно, есть война, нет войны. Пока меня не трогают, мне как бы все равно я буду поддакивать, буду говорить да, да, Путин великий, но на самом деле людям нет никакой у них эмоциональной связи, по большому счету, да, люди в основном озабочены своим собственным выживанием. Это вовсе очень похоже на то, что было в 80-е годы в Советском Союзе. Тогда тоже были попытки заново запустить коммунизм, да, и война в Афганистане и прочее, прочее, и кризис был с Западом, ракетный кризис в Европе, если вы помните, да, на первых в 50-м. Рейган, вот это все. Но потом как-то все это начало разваливаться, потому что уже было никому не нужно. И Путин тоже будет окажется никому не нужен со своими сумасшедшими идеями. Другое дело, что он до этого может устроить какую-то неприятность. И, как мы видим, в российской власти мало людей, которые готовы ему воспрепятствовать. Но для этого нужно создавать такую оппозицию снаружи, в том числе с западных стран, чтобы кто-то встал и сказал, хватит уже заниматься ерундой, если вы хотите говорить, давайте говорить. Если вы не хотите разговаривать, то мы будем разговаривать с вами таким языком, который вы понимаете, языком силы, языком оружия. Тогда эти гопники начнут думать. А пока с ними все пытаются какие-то переговоры вести, пока западная дипломатия пытается разговаривать с гопниками на языке западной дипломатии, гопники видят, что у вас с этими чушь по нами можно иметь дело, можно дальше прогибать до себя, можно об них вытирать ноги, можно там убивать кого угодно и упиваться своей безнаказанностью. Ну вот и все. Понимаете, это вопрос инструмента. Вот Путин это гвоздь. И не надо его забивать молотком и не пытаться закручивать какой-нибудь сложный высокотехнологичный отверт. Борис Бондарев, дипломат в отставке с довольно отрезвляющими и такими хладящими, наверное, прогнозами и мыслями. Спасибо, что вы поделились. Друзья, мы продолжаем. Напомню, что у нас сегодня спецэфир. Сегодня того известно о смерти Алексея Навального. И удивительное дело, но Алексей оставил нам всем месседж, что нам надо делать, если он умрет. Это получилось благодаря документальному фильму, который вышел в прошлом году про Навального, про отравление, про возвращение в Россию. Давайте посмотрим небольшой фрагмент из этого фильма и обсудим. Алексей, если вы арестов и thrown в prison или уникальному случится, что вы выжили, что вы оставите с русскими людьми? Месседжем И здесь у меня просто очевидная вещь, ну не сдавайтесь, не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить, ну и нужно использовать эту силу, не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей, поэтому бездействовать не надо. Я думаю, что мы пока не понимаем, что значит бездействовать и что мы сегодня можем сделать, кроме того, чтобы, наверное, выйти на улицы наших городов, если мы, конечно, считаем это безопасно. Но вот люди по всей России на самом деле выходят, оставляют в различных местах цветы, свечи, плакаты. Есть одиночный пикет, есть, конечно, уже и задержание, фотографии из Белгорода, из Ульяновска. В общем, по всей России люди выходят. Выходят люди и к посольствам, и просто на центральные улицы городов мира, с тем, чтобы почтить память Алексея Навального. Вот это мы видим российское посольство в Берлине. Есть еще фотографии у нас из других мировых столиц. Ну, в общем, я думаю, что везде, где есть сегодня русские люди, они выйдут и почтят память этого политика, этого оппозиционера. В Москве тем временем у «Словецкого камня» на Лубянке дежурят патрули полиции и автозаки. Желающих возложить цветы к мемориалу пускают по одному-два человека, предварительно попросив снять обертку с цветов. Количество сотрудников полиции прибавляется буквально с каждой минутой. Напомню, что в Москве сейчас 6 часов 15 минут. Люди заканчивают работу и после работы едут на Лубянку с тем, чтобы почтить память убитого российского политика и оппозиционера. Ну, давайте еще немного поговорим про реакцию пропагандистов на смерть Навального. Вот есть такой, вы знаете наверняка, пропагандист Владимир Соловьев. А у него в «Орбите» есть пропагандист помладше и такой мини-важный Сергей Корнаухов. Сергей Корнаухов, насколько я помню, если аппаратный меня сейчас слышит, может быть, он меня поправит. По-моему, даже какое-то время был соратником Алексея Навального. Точно не припомню. Да, вот в нулевых, в десятых, да, шеф-редактор меня тоже подтверждает. По-моему, когда как раз было то ли дело Ифраши, то ли Киров Лес. Ну, в общем, они были знакомы. Давайте посмотрим теперь на Сергея Корнаухова и на его реакцию на смерть Алексея Навального. Естественно. Я скажу буквально два слова по тому, что теперь будет связано со смертью Навального. Вопросы лично у меня есть. Сомнений в том, что Запад сейчас на всю катушку включит раскрутку смерти Навального против России. В этом вообще нет никаких сомнений. Они это уже сделали. Масса репортажей уже полились по всем буквально ресурсам. Ну, как это выглядит, я могу вам показать. Вот, пожалуйста. Это не совпадение, что Россия приближается к президентским выборам в следующем месяце и что Навальный умер. Россия становится все более деспотичной по мере приближения к этим выборам, рассказывает закадровый голос канала Sky News прямо сейчас в эти минуты. Давайте это уберем и я покажу еще кое-что. Есть человек, который люто ненавидел Навального. Ну, просто люто. Он мечтал, чтобы Навальный умер. Леонид Волков. Российские власти публикуют признание в том, что они убили Алексея Навального в тюрьме. У нас нет никакого способа подтвердить это или доказать, что это неправда. Адвокат Навальный едет в ХАРП. Это тоже уберем. Ну и понятно. Тем временем в Москве начинаются задержания. В центре столицы у стены Скорби, это рядом с проспектом Академика Сахарова, задержали девушку, которая вышла с одиночным пикетом. В нашем эфире следующий гость Владислав Наземцев, экономист Владислав Леонидович. Здравствуйте. Да. Добрый день. Скажите, какая у вас была первая реакция, когда вы услышали и узнали сегодня новость о смерти Навального? Ну, к сожалению, реакция была от того, что, в общем-то, это вполне ожидаемое событие. Я абсолютно был уверен, что Алексей Анатольевич выйти из тюрьмы не сможет. Еще три года назад у меня выходили статьи, как только он был арестован, в которых я однозначно утверждал, что Навальный оказался пожизненным заключенным. Либо пожизненным до конца своей жизни, либо до конца жизни Путина. Альтернативы не было. Что теперь? Как вы полагаете, как это все отразится на жизни в России, на диктатуре, на ее устойчивости? Возможно, она перешла в какой-то совершенно другой, новый уровень. А возможно, просто закрепилась в том, что у нее сейчас есть? Да. Я сказал бы, что скорее закрепилась в том, что есть. Тут красных линий давно уже нет. Они все переедены достаточно давно в прошлом. Мы говорили традиционные фразы о том, что весь мир изменился и после убийств журналистов, после гибели Политковской, после убийства Бориса Немцова, после войны в Украине. Но мы видим, что все равно режим остается прочным. Он ориентируется в первую очередь сейчас уже на террор и насилие. Это тоже было предсказуемо. Я тоже об этом говорил достаточно давно, еще до возвращения Алексея Анатольевича в Россию. И Владимир Путин на сегодняшний день, он просто и его друзья, они владеют Российской Федерацией как собственностью. И такой актив никогда не будет сдан без боя. Поэтому еще больше жертв на этом пути вполне можно ожидать. Они не остановятся абсолютно ни перед чем. И в данном случае я просто хочу сказать, что население Российской Федерации, оно, на мой взгляд, вполне смирилось с происходящим. И даже такого рода события, страшные, как случившиеся сегодня, они не способны народ уже поднять ни на что, на мой взгляд, к сожалению. Все идет по худшему из возможных сценариев. Навальный, кроме того, что он и оппонент Путина, и политик, и расследователь, наверное, уже стал неким мифом, если позволите так выразиться. А миф ведь убить нельзя. И более того, физическая смерть Навального как будто дает ему еще больше силы его убеждениям, его взглядам, его расследованием, его постулатам, вообще его наследию. Не просчиталась ли тут власть? Нет. Я думаю, что это довольно ювизорное ощущение, что она дает такие возможности. Потому что мы прекрасно понимаем, что движение, которое было организовано в поддержку Алексея Анатольевича, его ФБК, его соратники, они значительно, имея, подпитывались идеями, в общем-то, выдающегося, конечно, человека, и его призывами, его стратегическими и тактическими решениями. Я подозреваю, что движение Навального умрет очень быстро, потому что никто из его последователей не обладает той харизмой, которую обладал Алексею Анатольевичу, и не обладает той твердостью духа, которую обладал Навальный. Потому что мы прекрасно понимаем, что только он один из всех оказался там, где он оказался и кончил свой путь так, как он его кончил. Никто из других его последователей не собирается идти до конца по тому же пути. Поэтому я думаю, что смерть Навального – это большой успех Путина, это конец одной из самых многообещавших в свое время линий оппозиционной деятельности в России. Вы думаете, смерть Навального еще больше разобщит оппозицию? Нет, она не разобщит оппозицию, она устранит одну из частей этой оппозиции, в то время как вся остальная ее часть, в общем-то, способна только говорить и записывать какие-то безобидные ролики. Но Михаил Борисович Ходорковский сегодня призвал приходить на выборы и вписывать Навального в бюллетень. Но я буду очень удивлен, если кто-то поставит этому призыву. К сожалению, российская оппозиция, она даже не разделенная, она имеет крайне странное представление о том, что может завести народ, она не общается с ним и, в принципе, не имеет многого чего сказать тем людям, которые в России действительно находятся в ужасе от давления путинизма, от тех ужасных условий, в которых приходится жить. Многие люди не могут уехать, они вынуждены оставаться, они хотят что-то делать, они понимают, что идет страшная волна террора и насилия, но организационные возможности наших оппозиционных политиков, они, на мой взгляд, сегодня очень низки. Мы реально не понимаем, как обращаться с людьми, как разговаривать. Навальный был велик тем, что он нашел один из нервов российского общества, он показал, что страной правит клика воров, он показал, что коррупция является сутью режима, является его важнейшей задачей. Бизнес, власть как бизнес, это, в общем-то, суть современной России, и он пытался это дело вскрывать. Это было, по-моему, важно. Да, конечно, это не привлекло всех, это не создало мощного общенационального движения, но так или иначе, это был важнейший нерв российской политики. Сегодня я, честно говоря, не вижу никого, кто мог бы и продолжить его дело с такой же самозабвенностью и самоотверженностью, не того, кто мог бы предложить какое-то новое серьезное направление, способное объединить россиян, и, по крайней мере, резонировать в России. Вот это, на мой взгляд, самое пугающее, что сегодня есть. Сегодня, я понимаю, конечно, мы накануне второй годовщины начала войны в Украине, и повестка дня, связанная с этой войной, заслоняет все остальное, но, к сожалению, еще раз повторю, в России тема страдания украинского народа не является той темой, которая может поднять россиян на серьезные действия против режима. Кроме этой повестки, в оппозиции, сегодня я ничего не вижу, к сожалению. Именно поэтому смерть Навального – это страшный удар для его соратников и всех, кто, в общем-то, стоял в оппозиции к путинскому режиму. Тем временем приходит сообщение из центра Москвы на Лубянке. Полиция разгоняет людей, которые вышли в память об Алексею Навальном. Об этом говорит корреспондент издания Сотовижн, который находится в центре столицы. Ну, тут, мне кажется, скорее просто это уже как бы логика репрессивная, которая даже не требует каких-то, наверное, приказов сверху. Просто это уже сами политические, которые стоят в отцеплении. Понимают, что им, у них есть санкция, и им можно жестить, что называется. Ну, понимаете, еще я помню и сам Алексей Анатольевич, и многие его соратники говорили о том, что если на площадь выйдет 20 человек, то, конечно, их всех разгонит. Если выйдут 200 тысяч, их не разгонит никто. Но 200 тысяч не выйдут. Вот в этом и есть трагедия. Понимаете? И если мы вспомним золотые времена, там, 12-13 года, когда Навальный был кандидатом в мэр Москвы, когда его сторонники собирали многотысячные митинги, собственно, вот с тех пор мы видим путь только вниз, к сожалению. И население смиряется с этим, готово искать выход в эмиграции, в покорности, в чем угодно, но не в бунте. Поэтому, к сожалению, я думаю, что еще пойдет много лет, пока имя Навального станет действительно той иконой, которой оно должно быть. И, кстати, хотел бы, наверное, особенно заострить внимание на том, что люди, которые выступают против войны, находятся по разные стороны российской границы, наверняка очень по-разному воспринимают эту новость. И я уверен, что те, кто в России и занимают антипутинские позиции, их гораздо больше подкосило сейчас, конечно, это известие. Да, я думаю, что оно всех подкосило, и на самом деле, я думаю, что сейчас всякого рода бессмысленный спор относительно того, насколько антивоенным был Алексей Анатольевич. Я уверен, что он был против этой войны, как и против всех проявлений путинской диктатуры. Они теряют смысл. Сейчас надо действительно просто вспоминать этого дающегося человека и сожалеть о том, что его борьба оказалась, в общем-то, бессмысленной. Потому что россияне не пошли за ним, хотя, я думаю, что многие понимали, что, в общем-то, ничего хорошего, той перспективы, которая разворачивалась в России, ждать не приходилось. Владислав Иноземцев, экономист, спасибо. Спасибо вам за разговор, друзья. Мы продолжаем наш спецэфир. Я бы хотел вам показать кадры, которые мы получили благодаря изданию, да, прошу прощения, из Казани. Давайте посмотрим. Это тоже акция в память Алексея Навального. Смотрим видео. Скажите, пожалуйста, почему вы принесли сегодня цветы к памятнику жертвам политзаключенных? У меня это был большой дар узнать о смерти Навального. Это большой оплот России в моем представлении. Огромная надежда. И все, что он сделал для России, это абсолютно искренне. Ну, как-то так. А вы самостоятельно решили сюда прийти или где-то увидели, что можно принести сюда? Увидела. Угу. А в пабликах, в Телеграме. Угу. Как думаете, какое будущее теперь ждет вашу страну? Если жить без надежды, то лучше совсем не жить. Поэтому надежда есть, безусловно. Угу. Хорошо, спасибо. Да, мы продолжаем. Еще одно видео нам пришло от Сотовижн из Москвы, Лубянка. Там разгоняют людей, которые вышли в память об Алексея Навального. Давайте посмотрим это видео тоже. Мы готовы. Винтица готова. Мы так не хотели бы, честно говоря, сегодня. Это не нет. Мы так не хотели бы, честно говоря. Она там на углу есть? Я... Да, они, конечно, тут скопление. Смотрите, пожалуйста. Здесь не сегодня будет происходить. А тут еще не происходит. Представляете, прости. Все разорвутся. Я хочу положиться, ты за камни. Спасибо. Да, это видео из Москвы, Лубянка. В общем, полиция препятствует людям, которые пришли возвратить цветы у Словецкого камня в память об Алексея Навального. Вообще, я подумаю, что у Навального колоссальное осталось наследие, которое создал он и его коллеги, его соратники. Это огромный, на самом деле, можно сказать, корпус расследований и видеоматериалов, которые с документальной тщательностью фиксировали на протяжении многих лет преступления Путина, коррупцию, которая царила во всех эшелонах власти, которая пронизла нашу страну просто с ног до самой верхушки. Это колоссальный, конечно, юмор и ирония, которые присущи были Навальному. Давайте сегодня, когда мы закончим наш эфир, может быть, каждый дома посмотрит свое любимое расследование или свой любимый какой-то ролик, который подготовил Навальный и его команда. А может быть, и пошерить его с кем-то из своих друзей. Тем временем продолжают поступать реакции на смерть Алексея Навального. Журналист Лев Арламов пишет, что ужас умер Алексей Навальный. Недавно его в очередной раз отправили в ШИЗО, где в сумме он провел свыше 300 дней. Сегодня в СИН написали, что умер на прогулке. Просто нет слов. Продюсер Александр Роднянский пишет, что умер Навальный, ему было 47 лет, его пытались отравить. Его мучили в тюрьме, держали в ШИЗО. Ему придумывали новые и новые уголовные дела и в итоге политическое убийство. Жизнь Навального сразу вошла в связь. Безумно жаль его самого и его семью. Михаил Хатарковский пишет, что по официальной информации в СИН Алексей Навальный умер сегодня в колонии. Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Путин. Сначала санкционировавший отравление Навального, а затем и посадивший его в тюрьму. Глубокие соболезнования семье и родным Алексея, я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам обед. Галкин Максим пишет, что умер Алексей Навальный, нет слов. Господи, дай силу родным, пережить это горе. Самые глубокие и искренние соболезнования семье Алексея. Журналист Леонид Парфенов пишет, что это политическое убийство, не забудем, не простим. Светлана Тихановская отреагировала, что сегодня в сети появились новости о смерти Навального в российской колонии. Это очередное доказательство, что для диктаторов человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Режим Путина, как и режим Лукашенко, в стремлении сохранить власть, избавляется от оппонентов любыми способами. Я хотел бы узнать, есть ли у нас в эфире наш следующий гость. Я знаю, что мы ждем Татьяну Лазареву. Татьяна Лазарева присоединяется к нашему эфиру. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, вы и знали Алексея. Да, мы общались и дружили, насколько это было возможно, при его занятости. Да, близко. Если я вас спрошу, каким вы его запомнили? Ну, вы знаете, сегодня очень много видео показывают его. Он такой всегда был какой-то очень бодрый, старался, по крайней мере, да, или злой. Качество, которое мне, например, очень сильно не хватает сейчас в жизни. Но в этом смысле он такой был злеустремленный. Но при этом, ну, не знаю, как обычный человек, мы же не рассматриваем друзей как каких-то личностей, да, с которыми мы дружим только потому, что у него вот такие вот такие качества. Все эти качества нам всем были видны. В общем, в общении был таким же. Я соболезную вам и, конечно, соболезную всем родственникам, друзьям, коллегам. Это огромные потери. Наверное, это единственные слова, которые сегодня должны и могут звучать. Но, тем не менее, Татьяна, вы когда вот сегодня узнали эту новость, какая у вас была реакция? Что вы подумали? Потому что я, честно вам скажу, я вот не поверил. У меня какой-то еще сохраняется наивность какая-то. Я подумаю, что может быть какой-то фейк, какой-то вброс, что-то испытывают как-то. И вы что подумали? Ну, у меня просто был, конечно, шок. Я сейчас немножечко пришла в себя уже, наверное, после того, как посмотрела на Юлю в Мюнхене, на ее выступление. Потому что сначала я просто, ну, все плакали. Все мои друзья, все мои близкие, все рыдали, не могли в себя прийти. Но это такой первый шок. И, конечно, нужно отплакать. Это очень большое горе. Но, знаете, пересмотрел фотографии, выложу даже у себя в соцсетях. Есть такая фотография, как они прощаются с Юлей, когда он прилетел в Россию, его арестовали после отравления. И вот там такая фотография есть, которая понятна. И, в общем, это мы по связи с Юлей об этом говорили, обсуждали этот вариант. И по фотографии понятно, что, в общем, прощаться с ним нужно было каждую секунду. Потому что, в общем, человек принял это решение, понимал, на что он идёт. И, в общем, как бы, когда первый шок проходит, и когда ты понимаешь, что ты плачешь только из жалости к себе, то, в общем, потом становится понятно, да, как Юля правильно сказал, что бы сказал сейчас Алексей. И что бы он сделал, да, то есть, ну, а что плакать-то? Да, жить-то дальше нужно как-то. И мы будем дальше жить и делать то, что мы делали, может быть, с ещё большей какой-то остервенелостью и злостью. И немного, каждый немного за себя и немного за него, чтобы будет, наверное, правильно. И вот эта её сегодняшняя, конечно, прямая спина Юлина, она очень на меня повлияла. И я, в общем, тоже как-то немножечко пришла в себя. Но действительно шок и неожиданность всегда бывают в такие минуты, когда уходит внезапно, да, очень внезапная смерть. Я очень надеюсь, что он не мучился, хотя после таких долгих лет мучений смерть, наверное, так ангелы уходят, говорят, без страданий во время смерти. Но вот теперь, когда его нет и когда вот это утихла своя собственная жалость, вот это вот я по нему, по друзьям, по горе, поэтому, в общем, надо собираться и жить дальше. Нужно опять где-то брать силы, нужно продолжать и периодически думать, а что бы сказал он и что бы он сделал. Какой главный урок дал нам Навальный? Ох, урок героизма не самый хороший урок. Его не все могут принять, не все могут быть такими героями, как он. Не все на это способны. Но урок, наверное, отстаивать и быть честным самим собой, и брать ответственность за свои поступки, свои собственные поступки, не переваливать на других. Думаю, что такое. Спасибо. Спасибо большое. Татьяна Лазарева была с нами на связи. Тем временем приходит еще больше сообщений из центра Москвы. Обстановка накаляется вокруг Словесского камня. Продолжаются такие, наверное, пока можно сказать вербальные стычки между собравшимися и правоохранителями. Если у нас есть возможность, может быть, мы могли бы что-то посмотреть оттуда. Но пока я бы хотел вам показать видео из грузинской столицы, из Тбилиси, где традиционно много людей, которые поддерживают Навального, которые выступали против войны. Они оказались там и продолжают приезжать туда после начала войны. Давайте посмотрим Тбилиси. Я напомню, что сегодня у нас спецэфир. Спецэфир в СИН сегодня опубликовал сообщение о том, что в колонии города Харп в немало-ненецком автономном округе во время прогулки скончался Навальный. Интересно, что вот эта новость опубликована в 14.19 на портале, а смерть зафиксирована в 14.17. То есть буквально две минуты было нужно тем, кто, собственно говоря, отвечал за здоровье Алексея, за его жизнь, на то, чтобы передать эту информацию и опубликовать. Довольно странно, согласитесь. При том, что плохо ему стало, насколько мы сейчас понимаем, где-то около часа дня. Ну и, конечно, об этом говорят источники издания БАЗа. Ну и чиновники всячески рапортуют о том, что все было сделано в соответствии с инструкцией, вовремя приехала скорая и так далее и тому подобное. Московская прокуратура выпустила предостережение в связи с призывами к массовой акции. В ведомстве подчеркивают, что указанные мероприятия не согласованы с властями и грозят за возложение цветов административными арестами. Это официальная информация от прокуратуры города Москвы. Я вижу, что у нас еще продолжает смотреть довольно много человек. Друзья, спасибо, что вы с нами. В эти трудные минуты, в эти трудные дни, конечно, лучше и проще все переживать вместе. Давайте напишем просто что-то приятное друг другу в чат. Мне кажется, это нужно и это важно. Вернемся опять на секундочку, на несколько минут в Тбилиси, где работает мой коллега, сотрудник Хатарковский Лайф, Илья Давлячин. Илья, привет, расскажи. Может быть, очень плохое качество, потому что людей дофига. Качество хорошее. Ты в эфире. Рассказывай, что происходит. Видно ли? Видно. Рассказывай. Да. Илья, рассказывай, что происходит. Привет, я не слышал, что ты говорил. Да, Мить, привет. Я сейчас нахожусь. Ну, в принципе, вы слышите, что происходит. Здесь несколько сотен человек. Сейчас собрать очень сложно посчитать, сколько конкретно. И люди все прибывают и прибывают, потому что, ну, вот, вы видите, тротуар полностью заполнен. Я думаю, что я сейчас уберу себя немножко из кадра и вижу, что происходит, в принципе. Люди кричат, Россия будет свободен. Здесь довольно много плакатов в поддержку. Вижу плакат «Навальный мой президент», «Навальный мой гиперт». Отвечесы плакатов «Убийцы» — это, простите за слово, сраный Кремль и российское быдло. Но вот довольно много плакатов. Людей все больше и больше прибывает. Честно говоря, уже даже, наверное, с центра я не смогу пробиться. Давай попробуем. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Объясню, что это за здание. Здесь раньше находилось российское посольство. Но вот после определенных событий, я так понимаю, после войны 2008 года оно покинуло это здание. И сейчас, собственно, здание, насколько я понимаю, пустует. Там должен был быть, по идее, вклад Российской Федерации, но сейчас его здесь нет. А вот люди есть, людей много. То есть людей, по меньшей мере, ну, я не знаю, 500, сколько, очень много людей. Я думаю, что слышите сами и комментарии, которые мне требуются. Да, Митя, и что самое удивительное, мы давно такого, как жители России, не наблюдали. Полицейские есть на акции, но полицейские в эту самую акцию не вмешиваются. То есть просто стоят и наблюдают, но лишь изредка просят людей уйти с проезжей части. Но людей, на самом деле, очень много, поэтому они просто не помещаются на тротуаре. Митя. Спасибо. Спасибо, Илья Давлячин передал нам картинку. И звук из Тбилиси действительно впечатляет. Кажется, что, правда, очень много людей вышли сейчас на площадь. Я уверен, что подобная картинка сейчас во многих других мировых столицах. Например, в Риге, где нам посчастливилось отловить Виталия Манского, документалиста, режиссера, который тоже вот на подобные акции протеста, но уже вот в другой стране, в другом регионе. Латвия, Рига. Виталий, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, не обессудьте, мы немножко вами воспользуемся сегодня как нашим субкором, нашими глазами в Риге. Расскажите, пожалуйста, сколько человек сейчас на акции, что происходит и какие мысли, какие слова у людей, которые сейчас пришли на одну из центральных площадей Риги? Я бы не назвал это акцией. Это скорее желание людей в тяжелый, трагический для них момент быть не одним. И вот все, кого я здесь вижу, мы, собственно, молчим. Здесь никто не произносит никаких речей, говорить нечего. Все все понимают, всех накрыло это известие, и оно стало для всех очень, не просто трагическим моментом, там, смертью человека и так далее. Это конец какого-то периода твоих отношений с Россией. Вот для меня лично это конец веры в то, что в России что-то может измениться, что-то может произойти. Людей немало для Латвии, в общем, в которой все ясно с Россией, тут ни у кого нет вопросов. Но людей очень много по сравнению, как я предполагаю, в чем я, к сожалению, убежден, по сравнению с пустыми улицами российских городов. То есть получается так, что здесь люди в Латвии, и русские, уехавшие из России, и латыши, которые болели, переживали за то, что происходит в России, они вышли на улицу. А в России, где, ну, каждый день ты живешь в этом, в этой стране, в этом мороке, и Навальный именно Россию хотел сделать счастливой страной будущего, именно на алтарь вот этой России положил свою жизнь. Боюсь, что все это, ну, так на кухнях, конечно, поговорят, и скажут, ну как, ну, выходить же опасно. Выходить же опасно. Вот Навальному из Шарите, из Германии, было не опасно поехать за них вписываться. Вот не опасно. А им выйти за человека, который ради них положил свою жизнь, опасно. Ну, тогда о чем мы говорим? Там, ну, как бы, моих надежд ноль. Ноль. Даже, даже уже, так сказать, в отрицательную зону уходит. Ну, спросите что-то, я отвечу, потому что мне так сложно из себя... Нет, вы, вы очень интересные вещи говорите. Я бы хотел на нескольких задержаться и спросить у вас, почему для вас это конец веры в Россию? Потому что я уехал из России в 2014 году, когда она начала... Когда Путин открыл ящик Пандоры, аннексии Крыма, гибридными этими, так сказать, процессами Донецк-Луганск. Тогда моя вера, так сказать, очень была надломлена. Я пытался, уехав какие-то, ну, в силу, так сказать, своей профессии, своего, там, положения, какие-то делать акции, там, я не знаю, фестивали Ардопфест, помогать, там, документалистам, поддерживать их, внушать им ту веру, которой у самого, может быть, уже и не было, но как-то их, так сказать, подставлять им плечо. Но когда началась война в Украине, и когда я увидел, что, ну, где-то там не более месяца, и то достаточно такие, так сказать, мягко говоря, неубеждающие акции протеста, а потом и те сошли на нет, а потом все стали говорить, что выходить на улицу опасно, поэтому мы будем сопротивляться где-то глубоко в, так сказать, в тени своих кухонь, и не больше двух, а вообще будем продолжать печь хлеб, там, я не знаю, и, так сказать, будем продолжать свою нормальную жизнь, потому что от нас ничего не зависит. Ну, блин, ребята, ну вот. И, кстати сказать, в отличие от меня, пессимиста и даже циника, Навальный был романтиком. Он был человеком, который верил в этих людей, не верящих в самих себе. Он верил, он их собирал, он их призывал, он их улучшал, он верил, что, черт возьми, можно электоральным способом, вы слышите, электоральным способом в России выкорчевать из своих кабинетов этих мерзавцев в Кремле, электоральным способом выборов. Ну, это же, просто даже, ну, наивность, это такое самое комплементарное, и поэтому я, вот последнее, что у меня было, думаю, ну, вот Навальный, ну, вот Навальный, я думаю, ну, вот Навальный вот встанет, и вот с него спадут все эти оковы, и сегодня его убили. Ну, все, ну, для меня точка, к сожалению, к ужасу, к несчастью, к ракизму. Давайте на секунду перенесемся в Москву, на Лубянскую площадь. Видео Сотовижн. Мы видим, что люди выстраиваются в очередь для того, чтобы поднести цветы к словескому камню. За всем этим тщательно наблюдает полиция, периодически вступая в словесные переплавки с теми, кто пришел сегодня в город. Эти люди есть, эти люди есть, их не так много, но, но, тем не менее. И параллельно этому... Какое население Москвы? Скажите, пожалуйста. Ну, слушайте, мы знаем, какое население Москвы. Нет, 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 я не... Я готов извиниться, вот подойти к каждому, кто сейчас стоит в очереди к Соловецкому камню, попросить прощения у каждого. Но, кстати, если мы говорим о Лубянской площади, ну, так получилось, что в момент, в ту ночь, когда Навальный в интернете выложил разговор с отравителями, я был в Москве. Я, так сказать, очень редко бываю в посредине, ну, сейчас вообще не бываю, я, так сказать, там, в розыске и так далее, но вот был в Москве, и я пошел на Лубянскую площадь для того, чтобы вот так, как сейчас я пришел к Российскому посольству, для того, чтобы постоять рядом с людьми, с москвичами. И вдруг я выхожу на площадь, она абсолютно пуста, то есть там нет вообще ни одного человека. Это тогда, когда вся страна, ведь там за ночь посмотрела какое-то количество миллионов, этот разговор с отравителями, когда вся страна узнала, что власть руками своих спецслужб убивает своих граждан. Пустая площадь, кроме полицейских автозаков не было никого. Я, мысли у меня не было стоять с трусами на этой площади. Я встал от просто какого-то разочар... от какого-то бессилия, от бессилия встал у входа в... И был единственным человеком. То, что сейчас выходят люди с светами, еще раз говорю, каждому готов подойти и принести свои извинения. Но в 14-миллионном городе, сколько там человек вышло? 100? А вот здесь вот в Риге, 700 тысяч, в другом государстве, где, в принципе, ну, вообще это государство живет совершенно иными заботами, иной повесткой. Вот я не знаю, я могу поднять камеру, не знаю, вы увидите вот сколько людей. Это Латвия, Рига, я напоминаю, это другое государство, другая жизнь. Вообще все здесь про другое, и люди пришли больше, чем в Москве. Слушайте, ну, давайте вспомним, я не знаю, Красную площадь и протест против Пражской весны. Давайте вспомним, сколько человек выходило в Третьем рейхе, да, против Адольфа Гитлера. Вы меня переубедите, вы меня не переубедите. Я не собираюсь вас переубедить, Виталий, не буду, я просто как бы обозначил свою точку зрения. Да, мы свободные люди, мы обозначаем свои точки зрения. Я делюсь своим ощущением своей точки зрения. Правильно. Принято. Спасибо, спасибо большое, Виталий Манский, режиссер-документалист из центра Риги. Спасибо большое. Мы продолжаем. Тем временем, оказывается, сотрудники 2-го московского спецполка подняты по тревоге. Всем сотрудникам в срочном порядке нужно прибыть на базу. По тревоге был поднят и 1-й полк полиции. По данным базы, такое указание было дано из-за якобы появившихся в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях. Ну, ясно, что все это связано с смертью Навального, с гибелью Навального. Еще одна интересная новость. Журналист «Радио Свобода» Сергей Немалевич. Обратим внимание на то, что Навальный рассказывал 9 января, что в колонии в Харпе, где он находится, прогулки в ШИЗО начинаются в 6.30 утра. При этом в УФСИН заявили сегодня, что Навальному стало плохо после прогулки. А база писала, что Навальному стало плохо около 13 часов по местному времени. Но Немалевич пишет, что, думаю, он умер намного раньше, чем пишет база. Поэтому и успели подготовить релиз и перегнать скорую для констатации смерти. Ранее Немалевич обратил внимание, что скорая помощь из города в Абатнанге никак не могла добраться до колонии в Харпе за 7 минут. Об этом именно говорил УФСИН. Между городами, между прочим, расстояние 33 километра. Кроме того, мы получаем видео из... А, да, это Ленинград, Питер. Давайте посмотрим видеофрагменты. Хватит крови, хватит ненависти, хватит этого всего. Он убил детей Украины. Сколько наших солдат погибло, сколько украинских врут. Больше 300 тысяч наших солдат рубили. Ему не жалко. Они крови не боятся. Они ведь не воюют сами. Они наживаются на этой войне. Сколько появилось, скажите, пожалуйста, миллиардеров за эту войну. Они предатели нашей страны. Предатели. Путин. Из людей делает холопов. И вся у него нелегитимная власть. Его никто не избирал. И этих... Я их считаю нелюдями. Это нелюди. Все, извините, ребята. Спасибо вам. Спасибо. Извините, пожалуйста. Правил теперь. Остались жены без... На один без сыновей, жены без мужей, дети без отцов. Ему не жалко. Он сам не воюет. Боюсь. Мне уже много лет. Они меня могут только убить. Хочу пригласить. Я говорю, люди, мы же люди. Без людей ничего нет. Еще одна удивительная публикация на сайте издания Верска. Она тоже касается смерти Алексея Навального. Источники Верски в УФСИН по Ямау сообщают, что власти региона и местные ФСИН отправляли Навального в ШИЗО по приказу из Москвы. Но должны были следить, чтобы он не умер. Смерть политиков стала для них полной неожиданностью. Далее следует цитата источника Верски из окружения регионального главы. Мы сами пока не понимаем, как это возможно. У администрации были четкие установки. Следить, чтобы не сдох перед выборами. Это все цитаты, я напомню. И чтобы не устраивал цирк с конями. Никому тут его смерть была не нужна. Еще один источник издания утверждает, что политик скончался из-за трудных условий в колонии. На вопросы Верски о том, может ли смерть политика быть некой спецоперацией ФСБ, собеседники отвечать отказались. Сейчас будет много появляться информации, которая сопутствует и окружает обстоятельства смерти политика в колонии в городе Харп. Но при этом основной нарратив, который сейчас разгоняют прокремлевские телеграм-каналы, паблики, блогеры и журналисты, это что невыгодно была России смерть оппозиционеров. И мы хотели вам показать также небольшой видеофрагмент, реакция Бориса Надеждына на смерть Алексея Навального. Давайте посмотрим первые минуты после того, как новости о смерти Навального были опубликованы. Я в шоке, просто ужас. Я буквально только что, ну, несколько минут назад узнал, и это ужасно. Ну, я, что я, это просто, я реально просто, ни слов нет. Соболезнования, конечно, Юля, и детям, и родителям, и всем близким, это страшно. Это, у меня просто реально нет слов. Слов нет. Ну, сейчас какие-то подробности пойдут, но это, конечно, я как чувствовал, блин. Я что-то чувствовал, но не угадал, что. Алексей Навальный сегодня умер в колонии поселка Харп. Сергей Пархоменко в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я, честно говоря, сложный эфир, сложный разговор, и я знаю, у вас уже это не первое выступление. Я бы хотел у вас узнать, насколько ожидаемым или неожиданным была для вас сегодняшняя новость. Ну, конечно, неожиданным. Такие новости не бывают ожидаемыми. Даже если вы знаете, что, там, не знаю, человек тяжело болен. Или вы знаете, что он находится в руках своих палачей. Три года Алексей был в руках своих палачей, но три года мы верили в том, что они не посмеют, что есть какие-то границы, что есть предел человеческой подлости, жестокости, ненависти к чужому мнению. Ну, можно долго перечислять, что выразилось, собственно, в этом их поступки. Поступки Путина, который угол Навального. Путин убийца. И мы еще раз убедились в том, что он убийца. Человек, который не остановился в начале своей президентской карьеры перед тем, чтобы устроить войну на Кавказе, когда ему нужно было немножко больше баллов в вопросах. Не остановился перед захватом Крыма и фальсификацией всяких референдумов, убийством людей и разжиганием войны в Восточной Украине, когда ему опять понадобилось немножко народного признания. не остановился перед убийством Политковской, не остановился перед убийством Истемировой, не остановился перед тем, чтобы в 100 метрах от Кремля застрелить Немцова. Путин убийца во всех этих убийствах, он повинен во всех этих убийствах. Все это происходило с его согласия и по его велению. Формы этого согласия, этого веления бывают разные. Мог махнуть рукой, кивнуть головой, посмотреть в сторону, отвести глаза, скорчить какую-нибудь гримасу или еще что-нибудь. Но механизм для этих убийств, машина этих убийств была создана, среда для этих убийств была организована этим человеком. В каждой банде есть исполнитель, который, собственно, нажимает на курок, а есть организатор. Тот, кто собрал эту банду, вооружил ее и отправил на дел. Это Путин. И, конечно, мы верили, что он остановится. Он не остановился. Ну, он не остановился перед тем, чтобы начать войну, в которой погибли уже сотни тысяч людей. Мы же тоже верили, что войны не будет. Нам казалось, что нет, это невозможно, это не в его интересах. Но убийца есть убийца. Вот такой масштабный убийца. Его логика совершенно другая. Он действует вне человеческой логики. Его аргументы другие, его интересы другие. Интересы людей одни, а интересы убийц другие. Поэтому это всегда неожиданно. Какая логика? В чем она? Почему сейчас? Зачем? Это перед выборами буквально месяц остался. Надо быть максимально... Людям же репрессии не нужны. Россияне не хотят репрессий, не хотят крови, не хотят убийств. Это все очень гнетет. Поэтому, что хотят или не хотят россияне. Он убедился, что с россиянами можно обойтись очень простым способом. Платить. Это все покупается. За деньги. Вот когда он убедился в этом совсем, стало ему, убийце Путину, спокойно. Поэтому, какая разница, чего хотят или не хотят россияне. Россиянам заплатят, если надо. Если покажется, что за это заплатить не удается, значит заплатят дороже. Назначат правильную цену. Они примут эту плату. А почему сейчас? Ну, мешает. Ну как? Почему вытряхивают камушек из ботинка? Именно на этом шагу. Можно было за углом это сделать. Можно было дойти до лавочки. Но как-то человек останавливается и вытряхивает камушек из ботинка. Мешает. Надоел. Выборы, не выборы. Мешает. Кроме того, конечно, ведь все эти три года, пока они пытали Навального, они не могли смириться с тем, что он продолжает смеяться над ними. Что он продолжает переписываться с десятками, а может и с сотнями людей. Что он переписывается с ними не о том, как он голоден. И как ему страшно и одиноко в этих шести квадратных метрах ШИЗО, где его держали 27 раз подряд, каждый раз по две недели. Он переписывается с ними о каких-то иногда веселых вещах. О том, что он читает. О том, о чем он думает. О том, о чем он мечтает. О любви. О свободе. У нас у многих сейчас есть эти письма. У меня тоже есть. Последнее письмо пять дней назад. Как оно вылезло наружу, я не знаю, но оно написано его рукой. И там вещи, которые мы обсуждали в предыдущих письмах. Так что это его письмо. Вы их скоро увидите, все эти письма. Все их будут публиковать, наверное. Конечно, это свидетельство поразительное, невероятное, совершенно, ни с чем не сравнимое. Храбрости, прежде всего. А храбрость для подлого убийцы – страшная травма, я бы сказал. Ему ужасно больно видеть храброго человека. Невыносимо видеть храброго человека. И в какой-то момент как-то терпение кончается. Ну, убейте его. Оно уже кончилось один раз в 2020 году, когда приказано было его отравить. Вот, кончилось сейчас еще раз. Сергей Борисович, может быть, есть какой-то фрагмент письма, который вы бы сочли уместным, ну, поделиться им с нами, с нашей аудиторией? Последнее письмо было про рассказы Чехова. Вы не поверите. Потому что мы обсуждали с Алексеем чтение. Он просил у многих людей, в этом нет совершенно никакой моей заслуги или особенности, или что-то еще. Я знаю, что он очень у многих людей просил рекомендации. Что читать? Почему читать? Это, собственно, стало очень важным для него занятием. Он умудрялся как-то добывать там книги. При всех ограничениях на передачи там и так далее. Да и в тюремных библиотеках что-то. И вот он и со мной обсуждал это. И я, среди прочего, ему очень советовал пьесы Чехова и большие рассказы Чехова. Не маленькие вот эти юмореские, хрестоматийные, всякие, всякую сатиру. Большие рассказы, очень трудные, горькие, очень печальные, в которых открытие человеческой натуры, любовь, в овраге, крыжовник, человек в футляре, ну и всякие другие. И я давно ему писал про это. И он мне на это отвечал, что да, 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 я читал, читал. Я читал давно, в детстве, в школе, в молодости. Я все это читал. Посоветуйте нонфикшн какой-нибудь. И вдруг пришло пять дней назад письмо о том, что он попросил там в этом Харпе какую-нибудь книжку. И ему предложили там две или три какие-то ужасные на выбор. Но там был Чехов, был сборник пьес и рассказов Чехова. И он подумал, вот перст судьбы, так он пишет. Как раз вот мы обсуждали, ну вот, значит, все-таки придется. Взял эту книжку, но оказалось, что пьесы невозможно читать, потому что выдрано очень много страниц предыдущими читателями этой книжки. От пьес ничего не осталось, и он мне пишет, что вот нет, пьесы все-таки не смог прочесть. Но рассказы уцелели. И дальше он пишет о том, что он об этом думает, как ему это показалось, и как ему было грустно и горько это читать, и как он думал об этом, и как он не ожидал у Чехова это найти, потому что действительно это менее известная часть Чеховского корпуса. Вот такое последнее письмо пять дней назад. Письмо очень сильного и храброго человека, думающего о жизни и думающего о каких-то очень важных вещах, далеко выходящих за пределы, так сказать, такой актуальной политической борьбы. Но поразительно то, что все это происходило одновременно с его нескончаемым, непрекращаемым, неостанавливаемым участием в политической жизни. И шутки шутками, но мы бесконечно обсуждали ведь в последнее время то, что Навальный нам предложил обсудить. По-разному кто-то смеялся над этим даже, кто-то протестовал, кто-то злился, кто-то сердился, кто-то удивлялся, кто-то хвалил. Всякие были отношения к этому, но это была важнейшая часть политической дискуссии, важнейшая часть общественного разговора, который продолжался в России несмотря ни на что, несмотря на войну. Касался и выборов, и будущего России, и подходов к каким-то важнейшим российским темам. Все это продолжалось. И вот это убийце невозможно на это смотреть. Как? Мы же доводим человека до животного состояния, заставляем его кричать от физической боли, мучиться от голода и жажды, холода, сырости. А он разговаривает про книжки, переписывается про выборы, предлагает какие-то идеи, интересуется чужими мнениями, просит обсуждать под таким углом, под сяким углом, какие-то важнейшие политические события, и все это обсуждают. Но это же невозможно, с этим невозможно больше мириться. Уничтожим его. Ну вот, уничтожили. Для людей, которые развязали войну, убили сотни тысяч других людей уже, уничтожили десятки миллионов судеб, потушили десятки миллионов очагов домашних, уничтожив семьи, разрушив дома, погубив целые города, разорвав целую страну, и не одну страну, между прочим, это не первая страна, которая пытается уничтожить этот убийца Путин, для них это возможно. Они так могут. Они перед этим не останавливаются. Спасибо, Сергей Пархоменко. Журналист был с нами на связи. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Мы заканчиваем наш спецэфир, посвященный смерти Алексея Навального. Мы были с вами в эфире 4 часа. Мы выложим этот эфир, конечно, на YouTube и целиком, и фрагментами. Будет здорово, если вы могли бы пошерить какие-то понравившиеся вам куски, или фрагменты, или моменты с вашими друзьями в соцсетях, в мессенджерах, как угодно. И в конце я бы хотел еще раз выразить слова скорби и поддержки всем друзьям, родственникам и коллегам Алексея Навального. Это огромная потеря для нашей страны, для нашего народа, которую мы, наверное, не скоро осознаем. И в качестве рекомендации вот-вот на популярной политике и в YouTube Алексея Навального начнется свой стрим. До этого момента они хранили молчание. Но думаю, что сейчас там может быть что-то интересное. Давайте скажем так. Поэтому предлагаю приключиться на соседние кнопки YouTube. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего.